Всем привет! У нас сегодня животрепещущая тема, и вот почему она животрепещет. Есть такой военный историк, не побоюсь этого слова, специалист по многим вопросам военной истории, в том числе по войне 1812 года взаимоотношениям императора Наполеона I, императора Александра I, зовут его Евгений Панасенков, и поступает очень много вопросов, насколько глубоко изучает заявленный вопрос уважаемый Евгений Панасенков. Уважаемый Евгений Панасенков, чтобы не отставать от интереса публики, выпустил вот такую книжку с очень простым, я бы сказал, скромным, ни на что не претендующим названием. Первая научная история войны 1812 года. И чтобы, да, кстати говоря, вот автор, какой замечательный молодой человек, чтобы попробовать поглубже ответить на заявленные вопросы, которые озвучивает уважаемая публика, мы пригласили другого, неплохого специалиста в эпохе наполеоновских войн, а именно Соколова Олега Валерьевича. Олег Валерьевич, добрый день. Отвлечёмся мы от египетской кампании Наполеона вынужденно. Вынужденно. Вот книжка «Что по этому поводу мы можем сказать». Я, правда, забегу чуть-чуть вперёд, потому что я ещё не знал, что Евгений Панасенков собирается создать такую книжку, но видел с ним несколько бесед в интернете, на Ютубе, и мне поразило то, что он сказал, что он в 25 лет уже написал мемуары. Я вот в 25 лет даже не думал о том, чтобы писать мемуары. Ну вы же не автор первой научной истории. Нет. Поэтому это естественно, что вам пока ещё не о чём писать мемуары. Я подумал, что такой интересный человек, который к 25 годам уже накопил материал для мемуаров, заслуживает нашего самого паристального внимания. Без сомнений. Без сомнений. Ну что, я думаю, что сегодняшняя передача, в отличие от передачи про египетскую кампанию и про итальянскую, она будет ещё передачей довольно весёлой, я надеюсь. Но несмотря на некие весёлые аспекты этого сюжета, всё-таки здесь есть и серьёзные моменты. Я не собирался делать передачу какую-то о книге господина Панасенкова. Но дело в том, что, во-первых, эта книга разрекламирована таким образом на интернете и так далее, что многие молодые люди могут, очевидно, принять её за истину в последней инстанции. И поэтому мне немножко хотелось бы всё-таки дать по поводу этого маленького интервью. Кроме того, этот господин непосредственно, лично нанёс мне, можно сказать, почти что выпад в мою сторону, на которую я просто обязан ответить достойным образом. И поэтому мы начнём серьёзный разбор этой книги. Хотя место шутки мы всегда будем сохранить в наших, так сказать, сердцах и душах. Несомненно. Шутка – это всегда хорошо. Да. И мы начнём с анализа названия. Первая научная история войны 1912 года. То есть надо ли понимать, что все остальные были ненаучные? Да. Значит, вы знаете, что, во-первых, человек, который называет первая научная история, человек, который говорит умная теория о своей теории, уже сразу вызывает некое подозрение. Альберт Эйнштейн не называл умной теорией относительности или гениальной теорией относительности. Также там Максвелл… Первая физическая теория. Первая физическая теория, да. Или там, положим, Ньютон написал первые физические законы. Или там Лагранж – первые математические уравнения. Ну, Лагранж, правда, придумал первую точку Лагранжа. Ну, первую точку Лагранжа, да. Так вот. Итак, научно. Ну, здесь, тем не менее, всё-таки всё не совсем так просто. Нам кажется, вот там Торле, Манфред. Было столько много замечательных учёных, столько людей работало и до революции. Но здесь вот в чём дело. Действительно, научная история войны можно читать только тогда, когда она использует документы с той и другой стороны. И документы не только в виде каких-то мемуаров и, так сказать, записок опубликованных, а прежде всего она использует синхронные документы, хранящиеся в архивах. Вот. И причём обоих сторон. И тут сразу у нас улетают огромное количество книг. Ну, фактически все книги XIX века, они сразу мы уже не можем считать по-настоящему научными, потому что они написаны без использования этих архивных документов. В начале XX века произошли первые публикации архивных документов. Во-первых, у нас в России произошла огромная, гигантская публикация, 22 тома. Все документы войны 1812 года. Причём документы начинаются с 1810 года, т.е. с подготовки войны. Т.е. сильно заранее? Не сильно, а как раз именно с того момента, когда возникли армии русские на границе, стали сосредотачиваться, точнее, первые войска подтягиваться к границе, и до момента завершения боевых действий. Причём потом должны были опубликованы быть трофейные документы. К сожалению, только один том вышел, потом Первая мировая война прервала эту огромную публикацию. 22 тома вышел. Во Франции вышла прекраснейшая публикация капитана Фабри, посвящённая войне 1912 года. Там несколько увесится к тому, в общей сложности где-то 4000 страниц, тоже до французских документов. Т.е. в руках у историков перед Первой мировой войной оказалось уже огромное количество опубликованных документов, а можно было дальше идти. Но, к сожалению, Первая мировая война прервала, в общем-то, этот процесс. И когда историки могли бы уже заняться этим серьёзным, уже, как ни странно, особо желающих этим не оказалось. Первая мировая война вообще сломала много интерес к наполеонской эпохе, она перевела всё в другую плоскость. А мне просто простой вопрос. Это вообще физически возможно опубликовать все документы? Нет, конечно, но мы, скажем так, основной корпус документов, 22 тома, это всё-таки... Это много, конечно. Это очень много, это очень серьёзно. И, соответственно, у Фабри тоже такие увесистые тома. Т.е. разумеется, это далеко не все, но, грубо говоря, может быть, от общих 40-50%. Очень мощная выборка, ведь там брали самые главные документы штабные, наиболее важные. Поэтому, в общем, с помощью этих документов уже можно много чего создать. Но дальше у нас, соответственно, в эпоху, так сказать, после революции 1917 года наступил далеко не самый благоприятный период для исследования этих вопросов. И вторым критерием, скажем, научности – это то, что историк не должен иметь заданный заранее результат. То есть, грубо говоря, если партия сказала так, а историк сказал есть, то это уже не научные исследования, это уже, так сказать, выполнение определённого заказа. Ну, это в науке вообще принцип научности. Именно так и формулируется, что эксперимент со сходными условиями должен дать одинаковый результат вне зависимости от личности проводящего эксперимента. Без сомнений. С этой точки зрения тоже многие труды, написанные такими, Жилин, бескровные и так далее, они уже были, так сказать, заказными, они имели определённый заранее предсказуемый результат. Кроме того, эти люди, например, наши, они вообще не считали французские источники. И Жилин, когда защищал свою диссертацию, он с гордостью, когда вопросом, какими вы иностранными источниками пользовались, он, это было где-то в 53-м году, он с гордостью сказал, я вражескими источниками не пользовался. Молодец. Конечно, подобные истории можно вряд ли считать научными. Но, но, вы меня извините, после перестройки у нас открылись такие возможности для публикации, для работы с документами, с источниками, что вот я хотел бы сказать, во-первых, ну, в 2002 году выходит, например, в Саратове потрясающая книга Андрея Ивановича Попова, это прекраснейший наш историк, который обработал массу документов русских, французских, немецких, вот, он великолепно знает, там, французский, немецкий язык, и я считаю, книга Попова одна из лучших историй войны 19-го года. Потом Зимцов Владимир Николаевич, профессор, соответственно, университета в Екатеринбурге, блистательная серия книг, ну, вот, например, он написал, это не о всей войне 19-го года, но вот у него такая книга есть «Наполеон в Москве», это грандиозное исследование по приванию наполеонской армии в Москве, огромное количество документов французских, немецких, документов из московских архивов и французских архивов и так далее и тому подобное. Шведов Сергей Вячеславович, историк тоже работает, ну, они все примерно люди моего возраста где-то, Шведов, значит, Зимцов. Шведов провел огромный анализ, огромный подсчет сил русской армии, разбор многих военных операций на основе архивных источников. Я думаю, что после Шведова сложно что-либо сделать в подсчете сил, потерь и так далее. Дальше, безотвестный Виктор Михайлович, человек, с которым я когда-то очень был хорошим товарищем, потом мы, скажем, разошлись немножко по поводу блаженного Августина в нескольких стихах. Вот, разумеется, я не разделяю его точку зрения, мы с ним как бы оппоненты в научном мире, ну, я не могу сказать, что это не научная история, это человек, который провел огромную научную работу, который пользуется огромным количеством массивов документов французских, русских, это очень-очень серьезная история. Еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что я рассматриваю как своего оппонента. Дальше. Ну, так это же нормально в науке вообще-то. Ну, естественно, само собой, Ивченко Лидия Леонидовна, которая, она оценивает только с русской стороны, брала документы, и она сама версия русская, так сказать, она так и дает, как именно русская версия. Но даже в этой области она очень-очень много интересного добилась. Наконец, Васильев Алексей Алексеевич, прекрасный, так сказать, историк, архивист, который, например, он сделал, вот он подробнейший подсчет по численности и организации Великой Армии Битвии. Но он не писал одного большого тома. У него много отдельных трудов, но, в частности, вот это вот по численности организации Великой Армии, почет всех эскадронов, батальонов. Во Франции такого нет. Понимаете, во Франции подобных вещей нет по Великой Армии. Вот, затем, вот, кстати, возвращаясь к Франции, французский исследователь Мари Пьер Рей, женщина, вот, она написала книгу, называется она «Страшная трагедия. Новый взгляд на войну». Она тоже претендует на то, что написала абсолютно новый взгляд. Ну, что можно сказать, книга во многом женская, она для меня совершенно неприемлема, как видение войны, потому что здесь фактически военных действиях очень мало, что страдания, мучения, она, конечно, писала хорошо, но все-таки война – это не только страдания, мучения. Война и отвага, и доблесть, и энтузиазм порой на поле боя. Война – это сложный комплекс, так сказать, событий. Здесь только одна сторона, но все-таки все равно этот человек работал в французских и в русских архивах, даже в архивах Ватикана и так далее. Ну, в общем, это очень информированный историк, и, опять-таки, хотя она не отражает мою точку зрения, но сказать, что это не научная история войны 19-го года, ну, извините меня, чтобы были научными. Дальше в Европе на Западе появился ряд интересных исследований, именно не то, что люди, которые… Знаете, раньше французские историки, они писали, они по-русски не «бэ», не «мы», так сказать, потому что они писали – это ерунда. Но сейчас появился ряд историков, например, Адам Замойский, он поляк, он написал книгу «Фатальный марш на Москву» в 2012 году она была, тоже очень интересная книга, но особенно сейчас интересная в Соединённых Штатах. Александр Микаберидзе, он из грузинской семьи, родился он в Советском Союзе, т.е. он по-русски, естественно, совершенно свободно владеет, он французским великолепно владеет, английским, само собой он живёт… И грузинским. И грузинским, у него, кстати, книга о Багратионе посвящена отдельно, ну, и у него, естественно, вот вышли, значит, «Наполеонские войны. Глобальная история» в Лондоне, потом, значит, «Пожар Москвы. Наполеон», так сказать, в 2012 году, «Русские источники о войне 12-го года». В общем, у него тоже масса интересных произведений о войне 12-го года. Я назвал только часть историков, прошу прощения у этих наших русских историков, которых я не перечислил, все это перечислить невозможно. Т.е. короче говоря, я могу сказать, что до господина Понасенкова появилось огромное количество действительно научных серьёзных трудов, и называть первая научная история – это, ну, как бы сказать, даже не дерзость, это просто наглость, это просто абсурд, это абсурд, и уже название, оно фактически книгу сразу характеризует, потому что так не может назвать человек в своём уме, назвать книгу, что это первая научная история. Может быть, вот как Мари Пьерре «Новый взгляд», ну, хорошо, «Новый взгляд», может быть, «Новый взгляд» там можно, потому что у каждого всё-таки свой взгляд. Книжку Мари Пьерре я читал, он в самом деле «Новый взгляд», потому что специально работа, которая была посвящена именно этому аспекту войны 1812 года, я лично не встречал. Ну, и в заключение всё-таки я тоже что-то в этом написал, несколько книжечек, например, «Битва двух империй», это о подготовке, а не самой кампании, но это о политической подготовке, этой кампании, и о том, как началась и проходила кампания 1805 года, это книга «Аустерлиц», «В армии Наполеона» тоже, в общем, короче говоря, тоже кое-чего по этому поводу сделал. Поэтому мне кажется, что подобное название вообще просто неприемлемо, неуместно на научном мире, это, в общем-то, недостойно. Так это посудило, ну, как бы сказать, плевок не в одного человека, это, в общем-то, во всё научное сообщество. Взять и походя обгадить просто всех коллег, которые этим занимались когда-либо. Всех абсолютно коллег, и даже если человек себя считает гением, ну, пускай он пишет «Новый взгляд», я как-то смотрю по-новому, не так, как другие, может быть, но что это первая научная история, простите, это немыслимо. Ну, и дальше этот автор позволил себе, ну, я бы сказал, вещь для меня такую неприемлемую, что он написал. Большой вклад в изучение эпохи наполеонских войн в последнее время внёс доцент СПБГУ Соколов. Его крашечная изнармия Наполеона стала практически первой работой на русском языке, практически первой, вот она первой, в деталях рассказывающей о комплектовании униформ и строевой жизни французских легионов. Конечно, для знающих французский язык публикация Соколова не сообщит много нового, можно вспомнить и более подробную монографию. Но вообще моя монография издана была и на французском языке, и во Франции, в общем-то, она была, ну, её рассматривали как одну из лучших книг о Наполеонской армии, но это ладно, основные волосы. Я-то просто некоторым образом всю жизнь занимаюсь военной историей, мне вот как-то не попадалось ни на каком языке более подробное. Есть более подробное, если он верно написал, Пижар, но более подробно это, ну, чудовищная книга. Это такой действительно толстый том, куда Пижар скинул просто все документы, просто так, безалаберно, и это как бы, ну, справочник, но всё-таки это не исследование. Нет, я говорю именно об исследовании, справочник, безусловно, справочник, это же дело такое, их можно написать, он как был висковатого по русской армии, справочник, 30 томов, но это же совсем другой жанр. Это так, вот, ну, дальше, что ещё, ну, к большому сожалению, Соколов сильно подпортил свою репутацию нелицеприятными делами, как вы знаете, во главе угла моей концепции конфликта и так далее. Короче, он говорит так, что я взял с него концепцию конфликта роли Александра Первого, вот вы процитируйте, вот, этому посвящены мои нашумевшие выступления и публикации 2004-го. Моя позиция стала не просто известной, но широко обсуждалась в научных кругах и даже в СМИ. Ну, что ж, как говорил легендарный художник Пабло Руис и Пикассо, он артиста копия, он гран-артиста роба. Хорошие художники копируют, великие художники воруют. Видимо, ленинградский доцент, Сир, всё же не лишён подлинного величия. А и что я... Да, вот так, кто себя не украл. Значит, так вот, я хотел бы сказать молодому человеку, дело в том, что он родился в 1982 году. Мои первые лекции, мои концепции, они, вообще-то, начиная с конца 80-х годов, когда господин Панасенков писал в станишке в детском саду. Я уже выступал с публичными лекциями, и с 90-х годов они стали как бы у нас регулярными, и вы, как член военно-исторической нашей Петербургской ассоциации, я думаю, припоминаете. Я первый раз попал на лекцию коллегу Валерьевичу, я ещё не был членом военно-исторической реконструкции, я был ещё школьником. 11 класса это был 1993 год. Стало быть, если я на 5 лет... Панасенку был 11 лет. На 5 лет, да, он был 11 лет. Но, да, к счастью, всё-таки... Да, это как раз была лекция о наполеоновских войнах, где так или иначе транслировались те концепции, которые Олег Валерьевич излагает в книжках. Это я вот свидетельствую лично. Ну, он на чём говорит, что вот типа книга «Остерлис», она появилась в 2006 году, а она повторяет, она чем-то похожа на ту книгу, которую он в 2004 году написал «Правдование» до 2012 года. Но я хотел бы сказать так, что, во-первых, книгу свою писал не за один день. Моя книга, наверное, начала на ней работать в конце 90-х годов. Но это, к счастью, у меня есть ещё совершенно материальные доказательства свидетельства. То, что если придётся с господином Панасенковым, как говорится, судиться в любом суде, вот, есть серия журналов, в которых опубликованы мои 6 статей о войне 2012 года. Итак, первый журнал датируется 2000 годом, это ноябрь-декабрь 2000 года, журнал «Наполеон». Почему они на французском языке? Потому что я пока не сделал книгу до конца на русском языке, я не хотел публиковать статьи на русском языке. Ну, во Франции меня попросили, предложили, так сказать, что могут, так сказать, немножечко заплатить за это. Я сделал 6 статей на французском языке, ещё сырых, ещё не закончено, но в них все мои концепции отражены. Это опубликовано ноябрь-декабрь 2000 года, соответственно, написано это летом 2000 года, когда господину Панасенкову было 18 лет. И когда никаких нашумевших выступлений я не мог знать и видеть. Более того, господин Панасенков, вы, очевидно, где-то шумели, но о том, что вы существуете на свете, я узнал только где-то в 2007 году, и мне подарили эту книжку, как она называется, «Правда войны 1812 года». Я был немножко шокирован о том, что человек первый правду войны 1812 года узнал. Ну, в общем, я считаю, что подобное высказывание просто недостойно вообще приличного человека. За подобное высказывание раньше, в общем-то, вызывали на дуэль. В общем, если вам хочется решить таким образом, пожалуйста, мы можем конному, пешему, на шпаге, на сабле, нет никаких проблем. Так вот, значит, что дальше он ещё пишет? Что Сир не обошёлся без приёмов Пикассо в отношении моих работ и открытий. Дело в том, что одним из важнейших пунктов концепции вины царя и вообще русской страны в конфликте является моё известное открытие того, что влияние присоединения России к блокаде Англии не имело тех страшных последствий для её экономики. Да, действительно, вы знаете, я тоже считаю, что присоединение к континентальной блокаде очень сильно утрируется его, так сказать, от негативных последствий для того, чтобы объяснить лучше, так сказать, позицию царя по отношению к Наполеону. Но дело в том, что господин Панасенков, наверное, должен знать, что ни он, ни я в архивах подробных экономических не работал. У нас был единственный человек, точнее, у нас два было человека, Тарли, он писал большой трактат о континентальной блокаде, но трактат в основном касался общих понятий континентальной блокады, и, нужно сказать, во много он устарел. А вот в 1890 году родился человек, который звали Злотников Михаил, это был историк, сначала русский, потом советский, он был в 1942 году. Ну, вот этот историк действительно работал с огромным массивом документов в архивах, именно документов экономических. Он перелопатил такую огромную кучу документов, что, в общем-то, нужно быть, я бы сказал, в хорошем отношении сумасшедшим, что это всё вот это поднять, все эти экономические документы. При жизни его не опубликовали, как ни странно, и только в 1966 году вышла книга в сильно усечённом виде Злотникова о континентальной блокаде России. Так вот, Злотников там на основе широкого анализа документов показывает, что действительно, он не делает резких заявлений, но, в общем, показывает, что, в общем, последствия континентальной блокады сильно преувеличиваются. Вот все свои понятия о блокаде, я думаю, и вы вывели из книги Злотникова, и я честно признаюсь, что я так же не искал вот это, в архиве я не занимался. Ну, невозможно заниматься всем. Я занимался войной, политикой, но я не могу заниматься вопросами, понимаете, таможенной растаможки, тысяч кораблей, но это невозможно, тогда я не написал бы о других вопросах. Поэтому я во многом опираюсь на Злотникова. Разумеется, на работы французских историков о континентальной блокаде вообще, вот, ну, разумеется, никакого отношения к работам Понасенкова моё взгляд на континентальную блокаду не является. А уж если говорить о том, кто как-то повлиял на мои взгляды, то я хочу сказать, вот в 1992 году вышел такой журнал. Здесь три моих статьи, но здесь есть великолепная статья. Это статья русского историка, умершего в эмиграции, Николая Ульянова. Статья совершенно великолепная, она называется «Император Александр», точнее, Александр, давайте посмотрим, вот она. «Александр Первый, император, актёр и человек». Вот эта статья Николая Ульянова, я думаю, стала для меня каким-то таким спусковым, таким определённым, я не знаю, механизмом, когда накопленные мною документы, багаж знаний он дал как кристаллизацию. Вот после этой статьи Николая Ульянова, я думаю, что вот такой, как слово, знаете, в жидкости которой концентрация, маленький кристаллик, и сразу происходит кристаллизация. Вот, то есть, мои идеи по поводу этого всего сложились, наверное, в самом начале 1990-х годов, в 1992 году точно, то есть, когда господину Понасенку было 10 лет. Я у 10-летних детей идеи не ворую, понимаете, но это нужно быть абсурдным, чтобы такое воображать себе. И ещё, отрос ребёнка не обидит. Да, конечно, что у 10-летнего ребёнка нет. И ещё, если из таких людей, которые повлияли, без сомнений, у которых я позаимствовал что-то, и не стесняюсь этого, это великий князь Николай Михайлович Романов. Он родился в 1959 году, погиб в 1919. Он автор потрясающих книг, кстати, вот тоже по поводу науки. У него было опубликовано 7 томов, огромных томов, «Дипломатические сношения России и Франции в 1908-1912 год». То есть, моя книга во многом опирается на публикацию Николая Михайловича. То есть, это как бы выжимка, естественно, не только из его документов, но всё-таки вот документ Николая Михайловича Романова – это потрясающая совершенно публикация. Он очень критически относился к Александру Первому. Он, кстати, он внук Николая Первого, Николай Михайлович, сын Михаила Николаевича, четвёртого сына Николая Первого. Необычайно интеллигенный человек, блистательно знающий. И, в частности, я пользовался не только его печатными работами, но я в наших архивах пользовался его сборником, его, так сказать, его архивом. Потому что в его архиве я, в частности, нашёл документ, который вы, господин Подостенков, наверняка даже никогда и в жизни не видели. Это записки, сделанные вот непосредственно в это время, в 1804 году, военным атташе Австрии Штутерхаймом. Это интереснейшая вещь, потому что Штутерхайм встречался с Александром Первым каждый день почти, ну, раз в несколько дней. И все свои встречи он тут же вечером записывал. То есть, документ синхронный. Вот он показывает отношения Александра к Наполеону, к Алиции. Вот в 1804 году – это потрясающий документ, интереснейший. Так вот, и ряд других документов я нашёл в коллекции великого князя Николая Михайловича. Так что, кроме Ульянова, Николая Ульянова, на меня, конечно, большую роль сыграл Николай Михайлович. Романов, его, так сказать, произведение, в частности, его книга Александра Первая. Блестательная книга Александра Первая. Наконец, ещё один историк. Это Борис Петрович Муравьёв. Он тоже историк, умерший в эмиграции в 66-м году. Он родился в 890-м году. Блестательный русский морской офицер, который был во время кону революции, был капитан третьего ранга, вообще отважный русский офицер, но потом вынужден был эмигрировать, работал он за границей. И у него великолепная книга, она на французском языке только называется, ну, я переведу на русский, «Русско-турецкий союз во время наполеонских войн». Видно мне в Шотеле и в Брюсселе в 54-м году. Это анализ политики Александра как раз в ранние годы. Вот самые ранние годы Александра. Вот такие авторы, которые для меня как-то действительно повлияли. Ну, уж никак на меня 10-летние дети, и тем более в детском стаду, на меня не могли оказать влияние. Как бы господин Панасенков не был гениальный, но всё-таки, ей-богу... Хронология есть хронология. Да, хронология есть хронология. Ну, а теперь перейдём, наверное, к книге. Ну, давайте, значит, ещё по поводу её научности. Оказывается, рецензенты... Вот в этой книге, посмотрите. Должны быть рецензенты. Перечислены рецензенты. Вот, да. Так, рецензенты. А.Н. Сахаров, доктор исторических наук. М. Икротов, доктор экономических наук. Мельник, Франция. Профессор геополитики. А.А. Василий, военный историк-архивист, редактор журнала «Старый цех Гауш». Известный журнал. Н.Ю. Шведова, старший научный сотрудник, хранитель коллекции «Редкая книга», «Музей панорамы «Бородинская битва». А.Б. Савинов, историк искусства, старший научный сотрудник... Ну ладно, мы, наверное, прервемся. Почему? Потому что... Потому что, как выяснилось... Прошу прощения, князь Лобанов-Ростовский. О, ну тогда это, конечно... США-коллекционер. Так вот, например, оказывается, практически все, я точно знаю, по крайней мере, большая часть рецензентов не писали рецензию на эту книгу, не видели её до и по времени. Так вот, Шведова была, кажется, в ужасе, когда ей сообщили, что она рецензент этой книги. То же самое... Вот здесь Василий, по-моему, тоже здесь... Да, есть, Василий, по-моему. С Василиевым я имел беседу вчера, он сказал, что никакой этой книги он, так сказать, не видел до её появления. То есть, эти рецензенты выдуманы, они узнали о появлении этой книги только после её выхода. И уже, насколько знаю, кто-то собирается подавать в суд по поводу того, что она не является рецензентом этой книги. То есть, это уже говорит о её, так сказать, уровне научном. Ну, научность этой книги также высказывали Панасенкова и других авторов. Знаете, по поводу Ивченко Леонидовны, он написал на нескольких случаях «Сочинительница, повторяющая псевдопатриотические байки, нерадивая писательница» и так далее. Такого какого он? Лидия Леонидовна Ященко. Это необычайно, я бы сказал, умная, интеллигентная женщина. Конечно, вот её концепты не мои концепции. Я с ней даже не спорю, просто я очень её уважаю как человек, она очень хороший, достойный, очень интеллигентный человек, и не разделяя её точку зрения, ну, я как бы не могу такое нерадивое писательство, повторяющее псевдопатриотические байки. Оказывается, она писала не биографию Кутузова, а житие Кутузова написала. А географическое произведение? Да, а Безотосного он написал, является типичным примером графомана с обертонами охранительной пропаганды. Опять-таки, я не разделяю меня и Безотосного, я не могу назвать его, что это за графоман, причём графоман? Графоман, кстати, не очень объёмный, я бы сказал, наоборот, он пишет довольно коротко. Тут всего 620 страниц вместе со ссылочным аппаратом. Вот, значит, он говорит, что якобы он опирается на огромные документы, огромный массив документов. Вы знаете, здесь, да, конечно, он, естественно, пишет там фразы из мемуаров, из дневников, это само собой опубликовано, но дело в том, что я ещё не заметил какие документы, потому что, например, поскольку вы видите, он для большинства людей, естественно, считает, что они ничего не поймут, но я такое чего знаю, вот по тому, как он упоминал о документах из французских архивов, я могу сказать, что человек, который так их упомянул в таком виде, он там не бывал, может, он зашёл, так сказать, и посмотрел на, так сказать, как это выглядит изнутри, это максимум, что посмотрел, потому что так бы он не стал о них упоминать. То есть, это человек, никаких документов новых, интересных, откуда-то найденных из архивов нет, здесь только повторяются те источники, которые были опубликованы, причём по поводу цитирования я могу сказать так, здесь, конечно, научность цитирования, значит, в одном месте приводится цитат о Наполеоне, этот цитат о том, как Наполеон сказал о Бородинском сражении якобы на Святой Елене. Дальше делается сноска, делается сноска на книгу, значит, русскую книгу, появившуюся в 1812 году, я нахожу эту книгу, там делается книга, ссылка на книгу Васютинского, появившаяся в 1912 году, а там вообще я не нашёл этой цитаты, может быть, она что-то где-то перепутали, в любом случае цитата Наполеона, которая сказана на Святой Елене, которая приводится по какой-то популярной книжке, вышедшей в Россию, это так не может сделать учёный, дело в том, что по наследству там заявляют всё, 32 тома корреспонденции Наполеона, он проработал вообще, знаете, судя по этому, он их вообще не трогал. Я могу сказать, как это делается, для этого книжка вообще не нужна, нужно набрать в интернете указанную цитату и пройти по первым двум ссылкам, так это обычно делается, если первые две ссылки, они примерно в одно то же место ведут, значит, можно смело это всё включать книжку. Нынче принято делать так. А цитаты, понимаете, великих людей, у которых есть научные собрания документов, их можно давать только в этом собрании документов. Так вот, я нашёл в высказывании Наполеона о Броненском сражении всё, что на Святой Елене. Они похожи по стилю на этот цитат, но это другое совсем. А вы должны давать точно то, что там говорилось. И на Святой Елене вот все произведения записаны, вот есть такой, скажем, ну, грубо говоря, кодекс того, что действительно признаётся произведение Наполеона. Это только то, что включено в корреспондентство. Она была издана в эпоху Наполеона Третьего, было 302 тома увесистых так. Некоторые письма, некоторые произведения Наполеона, туда они вошли по цензурным соображениям, в такое время было Наполеона Третьего, что как-то не очень хорошо характеризовало Наполеона. Но сейчас вышла, выходит полная корреспонденция, куда вошли те непопавшие письма. В общем, особенно принципиально ничего не меняет, но, скажем так, 90% корреспонденций Наполеона настоящей, они включены в корреспондентство Наполеона. Если вы хотите пользоваться действительно тем, что сказал Наполеон, вы должны обратиться только к корреспондентству Наполеона и, естественно, только, если вы считаете себя учёным, вы сами должны всё это переработать на французском языке, сами для себя перевести, и, соответственно, тогда вы можете приводить цитаты. А брать цитату с книжки 1812 год, изданной, значит, в Москве несколько лет тому назад, популярной, и которая ссылается там на Васильевского 1912 года, но это, простите меня, это никакого отношения к научному труду не имеет. Ну, ладно, теперь я хочу вот ещё что сказать. Значит, автор претендует на то, что он вёл какие-то потрясающие иллюстрации, смотрите, что написал. «Абсолютно большинство изданий последних лет подчуют доверчиво покупателей-считателей иллюстрациями тысячу раз опубликованными и уже набившими оскомином. Я очень рад и горд тем, что данную монографию я могу полностью проиллюстрировать экспонатами, картинами, гравюрами, литографиями, предметами декоративно-прикладного искусства, документами, автографами деятелей Наполеонской эпохи. Исключительно из моей личной коллекции. Абсолютно большинство из которых не знакомо и специалистам по теме. И публикуются они впервые. Всё от обложки до форсаций. Для меня подобного не делал ни один историк. А до времени с этим я должен предупредить, использование данных изображений, возможно, исключительно с моего личного согласия, в противном случае мои юристы устроят штурм ваших прасонских высот». Так вот, должен по поводу господина Панасенко следующий. Знаете, вот эти вот картинки, я думаю, юристы не осудят нас за то, что мы их, так сказать, покажем. Это не является объектом вторжения в область авторского права. Значит, эти картинки, именно картинки, в основном являются гравюрами, сделанными в тридцатые-сороковые годы девятнадцатого века. Это очень мило с точки зрения коллекции. Я сейчас покажу, чтобы я хотел в качестве такого примера привести. Вот, например, портрет маршала Даву и Эхима Мюрата. Это картиночки сделанные, ну, я могу их датировать, так сказать, по стилю. Это тридцатые годы девятнадцатого века. По стилю подпись, по стилю гравировки, по стилю передачи моделей. Вот в своей книге «Армян Наполеона» я по этому поводу написал следующее. В моей книге «Армян Наполеона» я передавал только либо изображения наполеоновской эпохи, т.е. сделанные художниками наполеоновской эпохи, причем такими, как Лежоин, например, те, которые были офицеры наполеоновской эпохи, которые жили в этой эпохе. Или научные реконструкции, такие, как делают Люсиен Руссело, Эдуард Эталь, художники начала 19-го, первой половины 20-го века, научные, делающие реконструкции. Это же… Вот я сказал, ни в коем случае, это барахло, оно только замутняет представление, потому что здесь совершенно другой стиль. На марше ледового Батфорта сидят не так, как в «Наполеонской эпохе», и по лету у него другие, по-другому… Это картинки уже другого времени, они отражают другой стиль. К сожалению, во многих книгах вот именно этих картинок великое множество, потому что их очень легко достать, это гравюрки, которых… Ну как, после «Наполеонской эпохи», естественно, пошла же мода. Начиная с конца 20-х годов во Франции просто… Бешенство по поводу «Наполеонской эпохи». Стали печатать гравюры самые разные. Гравюры, литографии, 30-е годы они заполонили весь, так сказать, рынок. Они стоили очень дешево, их ввешали у себя домой бывший ветеран «Наполеонской армии», их сыновья и так далее. То есть, этого заполонило… И поэтому этих гравюр, их великая ночь, их очень много, и гораздо больше, чем изображение «Наполеонской эпохи». Так вот эти гравюры, они показывают о том, что человек, который их публикует, не понимает вообще ни стиля эпохи, ни униформы, ни так, как это все выглядело, так это сидело. Эти гравюры показывают незнание стиля «Наполеонской эпохи». Покажем парочку сейчас иллюстраций, так сказать, как выглядит картина «Наполеонской эпохи», насколько она отличается по своему стилю, по своему покрою, по-другому. И палеты сидят по-другому, мундир сидит по-другому, шляпы другие, люди другие, прически другие. Они, конечно, для человека, может быть, не интересующими этим временем, они, наверное, может быть, для него это не будет так ясно видно. Ну, для меня это чувство просто вот вообще буквально руками. Я не могу смотреть эти гравюры 30-40-х годов, потому что это совсем другой стиль. Ну, например, ну так, например, смотрите, в эпоху Наполеона султаны, плюмажи на касках и на киверах были огромные, была мода, ну, в общем, огромные плюмажи. А потом, начиная с 30-х годов, совсем маленькие султанчики. И вот изображение там, положим, Рафея, Шарле, у них шапки и кивера, у них маленькие султанчики такие, как было модно в их время, понимаете? В наполеонскую эпоху Ипполеты, например, сидели так, что вот край Ипполета, он даже не доходил до края плеча. Было очень модно как бы густые плечи. Зауженные плечи, да, это мод ампира. Зауженные плечи, высокий воротник, а начиная с 30-х годов стало модно вот такие Ипполетищи. И художники стали сказать, вот такие Ипполетищи. Потом в Наполеонскую империю не носили бород. Ну, в самом конце империи появилось только иногда… Это вот в 13-14 годах, вот здесь маленькая-маленькая бородочка, как у вас такая вот, вот только она. А вообще в наполеонскую эпоху никаких бород не носили. Стали появляться изображения, где солдат с бородами рисуют, там и так далее. Это, наверное, сапёры только. Только сапёры, да. А вот в 30-40-е годы появляются изображения, там, солдат республики с бородой. Не сапёр просто, но это совершенно немыслимо для наполеоновской эпохи. Ну, и так далее, и тому подобное. В форме киверов, как мундиры приталены, они бы в эпоху Наполеона не приталены, ну и так далее. Всё это совершенно другая эпоха, другой стиль, и давая подобные иллюстрации, претендуя на то, что эта иллюстрация научится, только замутняется представление о настоящем облике той эпохи. Вот как раз я считаю, что категорически, если человек уж так говорит о эстетике, вот эстетика наполеоновской эпохи, она действительно очень красивая, она потрясающая эстетика, но эта эстетика, её можно наблюдать в картинах именно наполеоновской эпохи. Вот. Ну, теперь перейдём дальше. Значит, автор считает, что он, пишет на странице 149-е, что он, подчёркиваю, свою исключительность, он поиск в истории того, что они предшественники ещё не открыли или недопоняли. Это главная суть его книги. Вот. Значит, на самом деле его открытие – это смесь самых разных тем, которые всегда заканчиваются. Все сентенции, очевидно, для автора кажутся неожиданными, но они заканчиваются чем? Они заканчиваются тем, что он является в данном виде просто звездой. И вот, например, представьте, на странице 43 – «Мне посчастливилось несколько лет подряд общаться с Майей Михайловной лично, Майей Плесецкой». Это очень важно для понимания истории 112-го года. Я даже не знаю, как вот вы-то писали, не общаясь с Майей Плесецкой. Ну, в общем, да. Я, честно, сейчас чувствую ущерб, как же я без общения с Плесецкой мог писать «Армия Наполеона», «Аустерлиц»? В общем, что-то, конечно, чувствую недостаток. Вот. Или на странице 74 – «Недавно ко мне стали обращаться студенты и коллеги-исследователи, которые попросили меня, используя моё медийное имя, проинформировать общественность о факте фальсификации истории». То есть, конечно, он может спасти от фальсификации истории, понимаете, это очень серьёзно. А, но вот на странице 87, пожалуй, это будет… Давайте откройте страницу 87. Страница 87. Да-да-да. Так-так-так. 87. 87. Нет, это не 87. 87. Да быть не может. 86, 87. Значит, вот, 89, вот так. Вот смотрите, здесь про геном неандертальца сказано, всё рассказано про геном неандертальца, понимаете, это очень важно. Давайте зачитаем, давайте зачитаем. А, вот я вижу. Вот начинай отсюда. Да-да. Сейчас, сейчас вот. Ну, может так. Большинство исследователей войны… Да, большинство исследователей войны 1812 года об этом никогда не слышали, многоточие. В июле 2006 года Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии объявил о начале работы по секвенированию полного генома неандертальца. Не может это быть. Вот это не слышал, черт поверь я. А я даже не знаю, Наполеон был неандерталец. Возможно, немножечко. Чуть-чуть неандерталец. В феврале 2009 года группа учёных-кинетиков под руководством светского биолога Сванте Паабо объявила о завершении первого проекта генома неандертальца. Среди прочего, данные первичного прочтения показали, что разница между геномами человека и неандертальца составляет около 12,8% разницы между геномами человека и шимпанзе, а также что предки современного человека неандертальца скрещивались. Так это менее дело. Ну, как мы можем рассказывать о стратегическом развертывании великой армии без генома неандертальца? Ну, как же. Кроме того, из приведённой высшей информации следует, что гены неандертальцев вполне могут быть в самых разных людях, например, в солдатах армии Кутузова и Наполеона, в попах и в католических священниках, в атеистах вроде великого писателя и участника похода 1812 года Стендаля, и в картины верующих, вроде ленивого и бесталанного царя Александра I, в бездарных сталинских пропагандистах от истории, типа кабинетного полковника Жилина и его последователей, про шимпанзе пока умолчим. Ну, видите, а вы вот этого не знали, и я, в общем-то, теперь понял, конечно, что до этого мне история не открылась во всей своей полноте, и вот теперь-то, когда я знаю, что, оказывается, неандертальцы были частично все, это проясняет. А зачем? Это к чему было-то? Я вообще не понял. Вы не поняли такого случая? Куда с вами до этого величайшего ума? Мы не знаем, какую роль играли неандертальцы. Я правда знаю, какую роль играли неандертальцы. Чуть-чуть. Да? А вот я знаю, вам отвечу, сейчас вы все поймете. Дело в том, что на странице, надеемся, тут… А, на странице, наверное… Сейчас, сейчас, наверное… Ага, вот, на странице 88. Веками женщины в русских селениях практиковали питье собственных, простите, менструаций, веря, что это вернет им девственность. Вот. Теперь все проясняется? Теперь чуть-чуть теснее, да. Вы понимаете, неандертальцы… Собственно, менструальная кровь, да. Поэтому и получается, что все результаты войны 12-го года становятся уже более прозрачными. Даже я сразу готов припомнить историю, когда раскопали остатки неких ископаемых людей в пещере Шапелло-Сен во Франции. Неандертальцев как раз. Тут же сказали, что какие-то ископаемые люди – нет, это просто русские казаки, отставшие от армии и умершие в пещере с похмелья. Вот. Гениально. Ну вот. Теперь, значит, дальше, но есть ещё ряд других замечательных открытий. Смотрите, на странице 137. «Поскольку я ещё и профессионально разбираюсь в музыке, то некоторое время назад я открыл, что замечательная мелодия песни Пахмутова, нежность, заимствованные сентиментальные сарабанды Бенджелина Бриттона». Теперь яснее уже. Уже яснее, т.е. Неандертальцы, монструации, Бриттон. Круг сужается, замыкается. Да-да-да-да. Вы же чувствуете, как мы подходим к сюжету главному. Да-да. А вот здесь, следующая сторона – 279, 288. А нота соль – это я уже могу сказать вам, как профессиональный вокалист. Яркая, но её сложно взять. Да что? Ну, это уже всё яснее. Но в конечном итоге автор решает сделать следующее. На странице 279 он пишет. «Обратимся к макроистории, я бы даже сказал, к мегаистории, или метаистории, к антропологии, к семиотике и феноменологии, к метафоре самого широкого свойства». Поняли? Понятно? Да. А непонятно, потому что он часто пишет, что «быдло живущее в Крущёвках». Это, кстати, я. Я живу в Крущёвке всю жизнь. Ну, так куда он до метаистории? Автор отмечает, что он общался с герцогом Рожемонте-Белло в Палаце Полиняк в Венеции, поэтому там понятно. Вот так он в Палаце Полиняк общался, там метаистория, антропология, семиотика и феноменология, я бы сказал, метафора самого высшего смысла. Интересно, он выше произнесётные слова, а отчётливо понимает все? Думаю, что не очень. Вот метаистория что такое? Ну, я бы хотел прояснить по поводу… Вот я, например, честно говорю, я не знал, что такое метаистория. Вот я просил, я не в Крущёвке живу, я живу в доме 1980-го года, но я не знал, что такое метаистория. И вот я поэтому решил выписать, что же такое метаистория. Давайте… Я думаю, что наши слушатели, многие из них живут в Крущёвках, и поэтому, наверное, конечно, они этого не знают. А может быть, ну не в Крущёвках, может, в Брежневках там и так далее. Поэтому всё-таки мы поясним для вот всей этой массы бесформенной. Итак, метаистория. Рассказ о том, что было, что исследовано, узнано. Термин возник по аналогии со словом «метафизика». Обозначает принцип познания вещей и явлений в их историческом развитии в органической связи с порождающими их условиями. Метаистория предполагает оккультный подход к проводимым исследованиям, когда учится не только видимой предпосылкой для создавшихся обстоятельств, но их эзотерическая подоплёка. Метаистория рассматривает всю эволюцию с точки зрения единого времени, т.е. заключается познание законов развития прошлого, настоящего и будущего, и возможностей магического вмешательства в эти процессы. Я думаю, что, конечно, без магического вмешательства нам было бы, конечно, сложно понять. Вот таким вот образом. Ну, а семиотика… Ну, это семиотика, понятно, наука о исцеляющих свойствах знаков, знаковых систем. Согласно Лотману, под семиотикой стоит понимать наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения. Ну, в семиотиках… Там немножко понятно, к чему это относится. А вот почему здесь метаистория, честно говоря, ей-богу, мне не уловить. Наверное, вот я у Полиняка в палаце не был. Но, правда, я был очень в многих замках людей королевского рода. Но, вы знаете, я как-то вот обнаружил, что некоторые из представителей королевского рода, который был знаком, вы знаете, они меньше знали по поводу истории, чем один мой хороший друг историк, я не буду его называть, потому что он очень известный человек, он в Хрущёвке живёт, понимаете. И вот мне как-то было странно узнать, что люди, которые живут в Хрущёвке, они не могут познать высших по материи. А вот, знаете, я вот общаюсь с представителями, опять тоже не хочу назвать, потому что не хочу туда так известных фамилий. Человек из знатнейшего рода Европы, который в области истории, ну, понимал, знаете, чуть больше моей кошки, так сказать. Так вот, примерно таким образом. И что это нам Палацов-Полиняк, что это хочет автор этим дать. Те, кто не живёт в Палацов-Полиняк, он идиот полный, тупой. А тот, кто живёт в Хрущёвке, он не может понять войны 12-го года. Вы знаете, я обращался всегда ко всем разным людям. И если человек, ну, вообще не полностью там какой-то, не знаю, я даже выступал с лекцией, помню, в советское время, мне нужно было перед трудными подростками выступить. Я рассказал о Наполеоне, ты пришли какие-то хулигане, но я их, кстати, что-то так увлёк. И вот эти хулиганы-бандиты слушались с интересом. Я могу сказать, что среди хулиганов-бандитов попадается очень много толковых мальчиков и девочек, исключительно. Некоторым нашим, так сказать, историкам до них далеко, в смысле понимания жизни, развития логики и умственного аппарата. Ну, а студентов, не знаю, мне кажется, что подавляющие большие студенты, которым я рассказываю, им интересно, они понимают, и живут они в хрущёвках или в шикарных апартаментах, те, кто в шикарных апартаментах, может, хуже понимают. Ну, это на самом деле просто, извините, такое моё франтузское слово – это скотство оценивать человека по тому, где он там живёт, откуда происходит. Знания от этого, я вас уверяю, не изменяются вообще никак. Никак меняются. Я был знаком ещё с детьми одного из наших олигархов, вы знаете, больше вот, да, я не видел, поэтому мне кажется, что это вот какой-то человек нанёс оскорбление людям, причём непонятно зачем, зачем это он говорит, такое безобразие, ну, для серьёзного историка это как-то, мягко говорить, немыслимо. Вот, ну ладно, дальше. Самоуверенность и самолюбование здесь перехлёстывает всевозможное. Например, на странице 114 он пишет, в данной главе, в основе которой лежит уже ставший знаменитым мой доклад, сделанный 26 сентября, если не ошибаюсь, 2002 года, на заседании Международного центра экономической истории, я расскажу о предыстории контентальной системы Наполеона. То есть, он в 20 лет, он сделал доклад, ставший знаменитым. Вы знаете, вот по этому поводу исповедения, помните, молодой Наполеон попросил Паули, чтобы тот ему прислал документы по поводу истории Корсики. То есть, молодой человек, в 18 лет историю не пишут, причём так в жёсткой очень форме. Знаете, в 18 лет историю не пишут. Для того, чтобы писать историю, нужно хоть какой-то, ну, элементарный жизненный опыт. Сейчас уже чуть-чуть подрос мальчик, но всё-таки, понимаете, чтобы в 18-20 лет он совершил какие-то перевороты в области истории, ну, это, конечно… Когда мне говорят, что что-то ставшее знаменитым, мне бы хотелось посмотреть на людей, среди которых это стало знаменитым. Я, например, про такой доклад даже не слышал вообще. Я не слышал. Я ещё раз подчёркиваю, я об этом человеке не слышал вообще до того, как мне кто-то не дал эту книжку «Правда о истории войны 1812 года». Ну, я тогда пожал плечами, так сказать, посмотрел так её. В общем, она была издана очень плохо, маленьким тиражом, и вообще этого никакого значения не придало. И вдруг вот этот человек вынурнул уже в таком виде… Откуда ни возьмись. Да, это вот уже стало как-то серьёзно. Так что я хотел бы сказать господину Поначёнову о его существовании, хотя нет. Мне рассказали, опять-таки, что я занялся этим. Оказывается, после Бородинской битвы 2000 года я, когда привёз армию на плюну свою… Это фестиваль Бородинской битвы. Да, фестиваль, да, фестиваль Бородинской битвы, это говорит в наших термах. Вот. После Бородинского праздника 1912 года, где я там командовал, так сказать, войсками, вот. И я привёз несколько экземпляров армии Наполеона, которые я, естественно, привёз для своих друзей, для командиров нескольких подразделений. Естественно, все эти книжки у меня был уже… Знал о ком, потому что книжка большая, дорогая. И ко мне подошёл какой-то юноша, который сказал, он сказал, дайте мне книгу. Он, молодой человек, понимаете, мне вот нужно… Вот. Через какое-то время он подошёл и сказал, что продайте мне эту книгу. Но я сказал, понимаете, эта книга будет для моих… Я не книга торговец. Через некоторое время он подошёл и сказал, я готов там поменять что-то. Я сказал, послушайте, вы знаете, мне вот… И вот с пятого раза я уже как-то прямо ответил. Найн. Найн. Ну, в некоторых вопросах. И этот вот, оказывается, юноша, мне сообщили, что это и был… Это сейчас я узнал. Об этом я узнал вчера. Что это был Евгений Панасенко. Затаил, пойди. Затаил, да. Затаил. Семнадцать лет, так сказать, вынашивал, так сказать, месть. Проект мести. Вот так вот. Ну, вот таким вот образом. Ну, дальше. Теперь о методах. Значит, у меня просто потрясающий метод. Значит, как он пишет… Я продолжаю следовать. Одному из своих любимых методологических приемов исследования – подставлять их в историческую форму. Знаете, что это такое? Это значит, что он постоянно приводит исторические параллели с другими эпохами. Прежде всего, почти здесь вот в этой книге, ну, чуть ли не одна треть – это постоянно Вторая мировая война – Сталин-Гитлер. Сталин-Гитлер. Чёрт знает чего. Понимаете, я всегда просто у вас, у всех я прошу… Господи, я рассказываю о эпохе Наполеона, это была другая эпоха, другой мир, другие конфликты, другая жизнь, другой стиль. Я не говорю о том, что кто был хороший, кто плохой. Сейчас не говорю – хороший Наполеон, пускай плохой, но как бы он ни был плохой, он был плохой по-другому, плохой в другом мире. Вы знаете, вот ещё тоже вот в «Битве двух империй» я написала эту фразу, которая… Знаете, история того времени для нас уже – это как далёкий звук клавесина, понимаете, очень много потерялось, очень много забылось. Чтобы услышать этот далёкий звук, нужно напрягаться, нужно изучать документы, нужно всё это как бы чувствовать, понимать. А представляете, рядом будет рок-концерт, ба-бах. Ну, что вы, как вы можете услышать? Так вот, как только произносит Гитлер, Сталин, так что возникают другие ассоциации, другой мир, люди начинают думать о совершенно другом. Мы не можем об этом говорить. Если вы хотите заниматься историей войны 12-го года, вы должны писать о ней, о той эпохе. Что такое история? Да, это попытка понять современность через прошлое. Но чтобы понять современность через прошлое, сначала нужно понять прошлое. А для того, чтобы понять вы, как человек, который занимается средневекованием, понимаете, насколько она другой эпохи, насколько нужно забыть некоторые привычки современности, когда вы начинаете говорить о вашей эпохе, когда вы начинаете её изучать. Как сказал не очень сейчас цитируемый человек, но тем менее, я думаю, Достоин, Энгельс, он сказал, что здравый смысл, который является хорошим вашим спутником в пределах вашей комнаты, становится дурным советчиком во время научного исследования. Безусловно. То есть здравый смысл, который окружает нас в повседневной жизни, он совершенно не обязательно будет действовать в начале XIX века, тем более там положено в средневековую эпоху. То есть занимаясь той эпохой, нужно постараться абстрагироваться от этих навязчивых сравнений. Поэтому я вот, кто пишет там по поводу, я вот даже лекцию о Костельёна, всё равно кто-то о Гитлере пишет. Господи, да не рассказывай, я не рассказываю, это не моя эпоха, я и не занимаюсь, я не специалист в этой эпохе и не хочу быть специалистом в этой эпохе, потому что если я буду там специалистом, я тогда буду плохим специалистом на Плёнской эпохе, потому что невозможно познать всё, можно познать какие-то, в общем-то, исторические периоды. И вот я считаю, что для того, чтобы мне познать и рассказать, до вас донести тот исторический период, я должен всё-таки заниматься им, а не другими. Других исторических периодов я просто недостаточно знаний, ну, обычного интеллигентного человека, и я не хочу их озвучивать, потому что это непрофессионально. То есть, то, что я могу сказать о Второй мировой войне, у меня есть, конечно, о ней представление, есть какие-то мои мнения, но я не осмеливаюсь их озвучить, потому что я считаю, я должен озвучить только те мнения, где я до конца уверен, где я выстрадал на основе документов, на основе синхронных источников, на основе подробного внимательного изучения жизни той эпохи, пытаться почувствовать запах, аромат, а он всё, Гитлер и Сталин, Гитлер и Сталин, да чёрт побери, это другой мир. Ну, это просто говорит о прямой антинаучности вообще всего работы, потому что невозможно, нет, конечно, невозможно, это запрещено просто, просто запрещено в истории проводить такого рода параллелизм. Постоянно, почему? Не то, что один раз, но иногда, кажется, иногда... Это как метафора некая. Ну, иногда, да, можно сорваться, но когда каждую страницу, смотрите, вот, например, на одной из страниц, а сейчас следуя своему методологическому приёму изучения явления в разных эпохах, я напоминаю о том, что Сергей Остапенко, пламенно сыгравший в детстве, в 58-м году, в пропагандистском фильме «Военная тайна» роль пионера Альки, а в 64-м году мальчишаке Бальчиша, эмигрировал в США и прекрасно живёт в Флориде. Сын Сталина, Василий, скончался в 40 лет. Дочь Светланы, будучи в 66-м году в поездке в дружескую Индию, явилась в американское посольство и просила политическое убежие. В 70-м году она вышла замуж за американца и изменила свою имену на Лану Питерс. Родила дочь Крис Эванс, сын Никит, ну и так далее, и так далее. Ну какое имеет отношение к Наполеонской войне? Ну какое, зачем об этом? Мне плевать, что он сын, не сын. Жизнь каких-то конкретных людей. Если бы он занимался эпохой, я не знаю, холодной войны, тогда бы, наверное, это, в общем, было... Ну это же люди, которые родились через 100 лет после того, как это всё закончилось. Ну какое они могут иметь вообще отношение? Никакого, абсолютно. Это же фундаментальный закон логики вообще-то, фундаментальный закон-то принцип причинности. Ни одно событие, случившееся после предыдущего, не может оказать воздействие на предыдущее событие. А здесь постоянно-постоянно. Знаете, на странице 166-й приводится огромный фрагмент их книги Марии Кикоть, это вроде по существа современного монастыря, а современная жизнь в монастыре. И главное там, понимаете, про что? Ни за что я не догадаюсь, какое это имеет отношение к Наполеону и Александру. Отсутствие туалетной бумаги, понимаете? Ах ты! Ну это уже чувствую, да? Вот уже мы поступаем уже к неандертальце, менструация, туалетная бумага. Отсутствие. Всё уже яснее в рисуясь облики той эпохи, понимаете? И Светлана Лилуева в Америке. Светлана Лилуева, несколько приказов Сталина. Вот, значит, 17 ноября 1941 года приказ Сталина номер 0-428, разрушать, сжигать дотла все населённые пункты в слове немецких войск, ну и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. И всё теперь становится ясно. Вместе с неандертальцами они и выиграли войну. Ага. Это был секретный план. Ну вот видите, о какой вообще научности можно говорить при этом? Да, ещё при этом. На странице 303 он пишет о нейрофизиологии. Я советую обратиться к трудам Зварыкина, Филимонова, Коновой, Савельева. Совершенно уверен, что для моих коллег по теме 1812 года эти имена абсолютно неизвестны. Признаюсь, неизвестны. А вот мне известны. Да? Вот профессор Савельев буквально на этом стуле неоднократно сниживал, да. Замечательно. Ну, я не думаю, что он добавил знания об организации батальонов русской и французской армии. Категорически. Вот я просто свидетельствую, ничего не добавил. Он даже не очень про них знает. И даже более того и не старается. Я тоже думаю. Так же, как я не знаю ту тему, которой он занимается. Ну, я просто не понимаю причиненности с этого. Но автор ещё постоянно у него отступление в какие только области. Ну, смотрите. Он чувствует себя потрясающим эстетом. Как вы успели заметить, меня всегда привлекала эстетика во всех её проявлениях. Поэтому я изучал не только предметы, имеющие непосредственное отношение к намулиновскому баталиям, но и фарфор, бокалы начала XIX века, а также броши и перстни. И вот одно кольцо как-то резко привело к моему вниманию. Уточённая классическая пальмета на ободке и усор, измельчающий жемчужин в форме диадемы. И дальше он описывает про покупку этого кольца, что это кольцо принадлежал английскому офицеру. Ну, хорошо, но принадлежало кольцо. Ну, замечательно. А у меня есть, я не знаю, там кусок шпаги, там какой-то обломок. Ну, и что? Как сразу вспоминаются известные анекдоты. А у меня дядя сидел, и чего? Да. Вот знаете, здесь вот есть на одном из алюстраций он приводит три пуговки, так сказать, найденные на полях сражений. Здесь фотография трёх пуговиц, так сказать. Дело в том, что у меня есть очень хороший товарищ, автор книги «Последа наполеоновской армии». Вот здесь вот три пуговица, там у него тысячи пуговиц таких. Ну, вот, да, девятнадцатый. Ну, пуговица. У него тысячи пуговиц в его коллекции. У него целую книгу сделал именно «Последа наполеоновской армии» найденные тысячи. Потому, что господин Панасенко, можно сказать, ваши три пуговки, это просто даже рядом не лежать с гигантским коллекцием. Ну, что это меняет для понимания процесса? Ну, как, я вот, например, помню, читал книжку такого потрясающего английского историка, любителя, кстати говоря, не профессионала, но это один из гигантов вообще медиевальной оружейной истории, Рональда Иверта Окшота. Он там тоже делает отступление, например, как он купил некий меч в частную коллекцию, в свою, 12 века, редчайшая штука, но у него этот рассказ, он напрямую к этому мечу привязан, это всё было о том, что просто меч чудом свалился на него просто с неба, он случайно его купил, и из этого некий сюжет следовал, т.е. он был связан с поискованием. Естественно, например, если бы здесь он описывал, положим, бой 18-го линейного полка на Багратионов-Лишах, так сказать, как там они героически стояли, оборонялись там атакой русской России, или на Ахшобу-Пугольц 18-го линейного, который лежал в этом месте, или там, например, вот о Березинской переправе, интересный момент, я говорил как раз вот с людьми, которые занимаются этими раскопками, значит, вот факт контратаки французских кирасир в лесу, меня всегда очень смущало, несмотря на то, что я писал об этом, документы всё подтверждают, но всё-таки мне было непонятно, как же они прошли по лесу, потому что лес довольно густой. Очевидно, лес был тогда другим. Почему? Потому что вот люди, которые занимаются этими раскопками, они обнаружили, что факты следы вот этой атаки кирасир в Думерко, они примерно около километра по фронту и 4 километра в глубину засыпано всё остатками, артефактами вот этого атака кирасира, то есть обломки кирасирских палашей, шпоры, части конской амуниции и, соответственно, части амуниции русских полков, которые попали под эту атаку. То есть на протяжении 4 километра, то есть действительно атака это имело место быть. Вот это действительно, если бы он там здесь привёл какую-то, вот положим, уздечку французского кирасира, рассказывая о том, что вот эту уздечку я там нашёл, и эта уздечка лежала на этом месте, и она подтверждает, что кирасир и Думерко здесь прошли, тогда бы это понятно. Ну а это с какого вообще перепугу это здесь имеет? А дальше смотрите. Это имеет отношение к самолюбованию в первую очередь. Да, конечно, вот здесь на странице 426 о Москве 812 года. Многие звуки в Москве, да, мы можем слышать и сейчас. Даже тот же тон соприкосновения бокалов, некоторые из которых сохранились у коллекционеров до сей поры, и чьим нутром, например, я всё ещё пользуюсь в своё удовольствие. Он пользуется нутром бокалов. То есть здесь фотографии из бокалов. Мы так рады. Да, да, это сразу наполнило исследование глубиной, фактурой. Ну конечно, если человек пользуется бокалом 812 года, чувствуете как-то сразу всё? То есть сел за компьютер, налил вина в бокал той эпохи, той эпохи. Хряпнул и понеслась сразу совсем по-другому. Ну что ж, теперь вернёмся к научному подходу господина Паносянкова, значит, например, у него можно найти такие удивительные вещи. Он пишет на странице 180-181, что корреспонденция Александра в 1801 года была обойдена вниманием исследователей. То есть, короче говоря, да, вот изучают всё, что на канале 1912 года, но корреспонденция ранних годов Александра I, она была неизвестна. Ну, во-первых, корреспонденция опубликована, огромный сборник опубликован был в начале 60-х годов, «Русская дипломатическая корреспонденция», вот огромный сборник, там эта корреспонденция Александра есть. Его письма, эти я вот про 1801, 1802, 1803, 1864 года, вот в этой книге я очень подробно проанализировал, потому что они действительно очень важны для понимания роли Александра I. Они цитируются у меня и так далее. Как же он как-то не заметил? Очевидно, так я с него списал, наверное. Ну, дело в том, что у Панасенкова о генезисе компании 1805 года, о том, как она зародилась, который, я считаю, важнейшим эпизодом, у него посвящено 10 страниц этой книги, а у меня 2 тома, понимаете? Наверное, всё же сложно было бы 2 тома списать с 10 страниц. Но вы талантливые, вы могли… Ну да, это талантливый плагиат, он же сказал, что это… Как Пикассо. Да, Пикассо, именно Пикассо. То есть вот талантливый плагиат. С 10 страниц, понимаете, 2 тома. Надо уметь, ну, это же 10 страниц гения. Конечно, конечно. Это бывает. Дальше, значит, по поводу ссылок. Я уже говорил по поводу сейчас ссылок, как он исследовал корреспонденцию, так сказать, Наполеона, о том, как он ссылается, значит, на Наполеона на грозу 12-го года в Москве в 2014 году. Вот. Ну, теперь мы перейдём к военным вопросам. Вот здесь это мы, так сказать, можно сказать, на сладкое оставляем. Автор вот в это вообще, ну, как бы такое даргонное слово, вот не въезжает просто. Он вообще не чувствует, он не понимает. Вообще, кстати, военным действиям у него посвящено крайне мало. Здесь в основном всё, так сказать, политики, военным действиям почти ничто. Так вот, ну, масса вот таких маленьких деталей, которые… Ну, фразы, которые выдаются, например, в русской армии почти не использовались палатки, возимые за собой до укрытия от непогоды, а для ночлега часто использовали шалаши на странице 151-й. Ну, во-первых, он должен знать, что во французской армии не использовались палатки, так же, как и в русской в это время, потому что огромные масштабы армии не позволяли более возить палатки, как возили в 18-м веке. В Наполеонском армии палатки не возили. Спали под открытым небом, на биваке, если не успевали, если успевали, построили самые примитивные шалаши. Ну, было такое во французском понятие «абриван» – укрытие ответа, т.е. это просто так вот, знаете, под углом положено что-то типа небольшой крыши, стоящей на двух опорах, и здесь костёр, т.е. так, чтобы хоть как-то укрывало от непогоды, так было и во французской и в русской армии. Поэтому это, очевидно, пишет, как, наверное, плохую характеристику русской армии, что вот в русской армии не использовались палатки, так и в французской они не использовались. Вот, дальше, например, правоусырлистом пишет «Идея состояла в обходе французов с правого фланга». Вот, скажите мне, что значит «обходе французов с правого фланга», как вы по-военному себе это представляете? Французов с правого фланга. «Обходе правого фланга французской армии», т.е. вот у нас французская армия стоит, русские обходят её левым крылом, обходят правый фланг французов. Но это называется не с правого фланга, а вот правого фланга. И вот масса таких вот просто выражений, которые выдают, что человек пишет, который, ну, не понимает совсем, ну, особенно замечательное по поводу обманзирования. Я думаю, вас должно позабавить выражение по поводу обманзирования французской армии, как он описывает французскую армию накануне перехода через Неман. Смотрите, я часть, конечно, я не понял всё это. Вот красные отворота с угнофал, отворотники, белые лосины, обтягивающие упругие мускулы, жаждущие боя и славы, грациозные всадники, ремни и кивера, офицерские знаки и кокарды, ордена и перстни, внушительные шлемы и кирасы. Вы знаете, вот… Ну, такой армии нужно сразу сдаваться, сразу. Ну, французская армия, например, лосины, опять же, упругие мускулы, а с другой стороны, видимо, русская армия в коже. В коже и колючей проволоке. Дело в том, что даже по этому поводу, лосины, лосины, опять-то, человек сможет написать белые лосины, дело в том, что лосины, они из кожи, они не белого цвета, они вот такого, ну, цвета вот такого типа, то есть они… Кремового. Кремового, это кожа, это тонкая, хорошо выделанная кожа, она никогда не белая, она… Если человек видел лосины, если он понимает, что это такое, он никогда не напишет белые лосины, он написал светлые там лосинок и так далее. Ну, а персни, вы знаете, это тоже интересная часть эстетики. Я не знаю, откуда он это взял. Вообще, в то время это считалось дурной тон. Носить персни это не 18 век. В 17 веке, вторая половина 17 века, там эпоха Людовика 14, там действительно персняк, там и так далее. Причем поверх перчаток одевались. В наполеонской армии, вот, видите, я видел тысячи портретов той эпохи, той эпохи, именно той эпохи. Нигде я не припоминаю себе ни одного портрета, на котором был бы персень изображен. Обычно изображены в перчатках, очень красивый, кстати, тоже такого кремового цвета, вот, белый кремовый такой цвет, такой же, как лосин, вот, но персни никогда. То есть это в этой эпохе считалось, знаете, стиль новориши, дурной тон. Там, может быть, в эпоху директории, там, новориши таскали на себе персни, но наполеонскую эпоху это уже считалось новориши, понимаете. Поэтому не думаю, чтобы во время перехода через Неман было много персней, тем более люди идут на походе. Интересно, а в наполеоновской армии все всадники точно были грациозные? Ой, они были очень грациозные. Серьезно? Очень-очень, очень-очень. Вот, грациозные, особенно керасиры. Да, вот, только хотел сказать. С мощными керасами, там, и так далее. Вот, ну, хорошо, теперь пойдем уже... Я просто представляю себе кавалеристов, кавалерийских ботфортах, таких вот, по самое, так сказать, что надо, и вот у меня последний эпитет, который может возникнуть, это грациозные. Ну, в общем, да, грациозные, конечно, ну, можно здесь как вот юного адъютанта в таком обтягивающих, так сказать, чакчерах, в сапогах красненьких таких, очень изысканно, да, может быть, но вот таких, которые в грациозном, мало бы здесь увидели, в основном это мощь-то, мощь, воинская красота, блеск, сверкание, сила, да, но грациозные, это последняя, последняя характериция, которая пришла бы в голову. А главное, персень разглядел. Ну, персень, вот это уже, ты знаешь, уже дьявольским, самым ясновидящим, чтобы увидеть в этой массе огромный войск 200 тысяч человек, которые под грохот, так сказать, повозок, под барабаны, развивающиеся знамена, и увидеть перстень. У кого-то перстень. У кого-то у перстень. Вот, ну ладно, а теперь перейдем к еще более уже серьезным моментам. Значит, вы знаете, я всегда, мне приходилось спорить вот с историками, которые доказывают, значит, что Наполеона гигантские там массы, а русская армия маленькая, там вот так далее, мне придется здесь русскую армию защищать, потому что я защищаю правду, то, как я вижу, как я вижу на основе синхронных документов. Ну, иначе по поводу численности войск. Значит, численность войск, момент начала кампании. Дело в том, что я вот изучал эту численность войск французских по документам, единственным тем, которые могут позволить ее судить четко. Это такой документ, он называется ведомость 2С701, находится она в сервисе стероги по разным корпусам, но дело в том, что то, что он приводит, это вообще немыслимо проработать, не сидя там несколько месяцев, даже несколько год, потому что это разрозненные папки по разным корпусам. Там много интересной информации, но она где-то не хватает, где-то наоборот слишком много. Короче говоря, чтобы разобрать вот эти все папки, которые он упомянул, он, вот я могу вообще держать пари, с кем угодно, что он их не видел, эти папки, если бы видел, бы никогда бы о них не упомянул. Это просто огромная куча разрозненной информации, а вот она собрана только в одном месте. Вот эти вот две книги, ну, книг нужно брать, ту, которая более полная, 2С701, там собрано подробное, это не для, понимаете, не для прессы, не для кого-то, это для императора, сверхсекретная информация для императора. Там дано все практически до каждой роты. И из этой, так сказать, папочки можно вывести общую исчисленную с французской армией. Даже, кстати, и там все равно есть некоторые не принес, потому что некоторые там части приписаны красным, потому что там подходят какие-то еще роты, подошли и тому, и так далее. Там получается так, что если сложить все вот эти числа, там получится 644 тысячи человек, и плюс австрийский корпус, там не приводится отдельно, австрийский корпус, он 30 тысяч, ориентировочно, так? В результате получается 674 тысячи, а если добавить еще возможные, подходящие там красным где-то приписанные, что вот еще вроде как будет, то получится где-то 678 тысяч. Это и есть цифра французских войск, которые дает в своем произведении Даниэ, генерал-лейтенант Великой Армии. Так вот, но, но, вот здесь огромное но. Это цифра не войск, которые перешли через нем, это численность того, что административно считается Великой Армией. То есть, от Немана до Рейна, от Балтики до Альп, вот все войска, которые на этом огромном пространстве, туда ходят гарнизоны Гамбурга, Ганновера, там, Магнебурга, чего там только нет. Вот, из этих войск реально перешли границу в первом эшелоне, в первом эшелоне тоже это не в один день, 440 тысяч человек, вот это 440 тысяч человек из этой массы, все можно вот вычислить, какие полки, какие батальоны, что было, получается 440 тысяч человек. Вот, значит, Понасенков почему-то получил странные цифры, 325-335 тысяч человек в первом эшелоне, причем он, как он их получает? Он почему-то обращается к мемуарам, понимаете, здесь полный вообще бред, ну как можно сказать мемуары? Мемуары, в данном случае, они не стоят ничего, он человек, который не умеет анализировать источники, понимаете, потому что когда-то мемуары, вот для того, чтобы, может быть, какой-то момент духа, скажем, или так далее, вам нужны мемуары, они вам дадут яркие краски для чего-то, ну, очень осторожно, но момент численности войск, понимаете, что мог знать человек, пускай он даже командир полка, что он мог знать о всей армии, которая вплоть до Рейна, понимаете, до Альпы и до Балтии? Кто бы ему там доложил вообще? Кто ему там, никто, никакие мемуары здесь не имеют никакого смысла, да еще мемуары Марво, господи, такой выдумщик забавный, очень хороший офицер, веселый, но он выдумщик вообще смешной, как можно о каких-то мемуарах на случай говорить, вообще это полный абсурд, это полный неумение, незнание, полный абсолютно непрофессионализм, есть только 2С701, все остальное это бред, абсолютно, или вот эти папки, но и папки вы не сможете никогда проработать, нет, ну, конечно, если мне дадут грант, так сказать, что я мог проработать год в Париже, я с удовольствием все это проработаю, но я уверен, что ничего нового по сравнению с этой лифрой мы не получим, мы просто какие-то уточнения, но это мелочи, там, понимаете, как говорят в математике в третьем-четвертом знаке, понимаете, то есть мы ничего там принципиально нового не вытащим, вот все это мы знаем, вот 440 тысяч человек в первом школе. Просто обращение к мемуару в таком условии обозначает ровно одно лично для меня, этот человек не только не умеет работать с источниками, он даже не умеет их стратифицировать. Ну, в том-то и дело, вот у него полное неумение различить источники, синхронные от несинхронных, мемуарные, вот, так сказать, ведомости, ну, где можно пользоваться мемуаром, а где им вообще категорически, они не имеют просто никакой ценности. Дальше, по поводу русских, он дает цифру 393 тысячи человек, которые на другой стране, но обычно всегда дают заниженную цифру, там, типа 220 тысяч, обычно как считают, как у нас считают в советское время, русских 220 тысяч, французов 670, то, естественно, французов в три раза превосходящий и так далее, ну, это полная чушь, французов 440 тысяч в первом эшелоне, у русских в первом эшелоне, посчитал, в общем-то, шведов, тот человек, о котором я вам говорил, вот, замечательный совет Сергей Шведов, он провел самый подробный полный, так сказать, анализ по численности русских войск. Его, кстати, за это били, потому что он, так сказать, там, получается, у него вовсе не те цифры, которые, так сказать, у нас были официальными, но согласно цифре Шведова получается 340 тысяч человек, вот если, еще раз подчеркиваю, это не только армия Барклая, Багратиона, Тормасова, это то, что в ближайших резервах, потому что, когда мы говорим 440 тысяч человек, это, понимаете, и не вокруг, например, 440 тысяч человек, они по фронту 500 километров занимают и в глубину 100, понимаете, то есть, это на широком пространстве. Так вот, если взять примерно на таком же пространстве русскую армию, то есть, первые три армии, плюс еще резервы ближайшие, гарнизоны ближайшие, получится вот где-то 340 тысяч человек. Ну, не знаю, как Панасенск получил 393, но дальше он все понимаете, что он пишет, что, а вообще через войско Российской империи было 975 тысяч человек. Вот смотрите, он ссылается на столетие военного министерства, это действительно книга вышла, значит, в начале века, огромное такое исследование, многотомное, столетие военного министерства, вот, и действительно, эта цифра дается, но эта цифра не на начало войны 12-го года, это уже на сентябрь-октябрь, то есть, когда пик достигла вот мобилизации войск, действительно, ну, вот по подсчетам Шведова, где-то до 950 тысяч, так сказать, по, значит, столетии военного министерства, 975 тысяч, да, действительно, это уже все-все-все войска, а к началу же кампании, опять по Шведову, численность русской армии общая, общая численность, 650 тысяч, то есть, видите, смотрите, французы, если взять вообще все, Дорейна, там получается 678 тысяч, не французы, точнее, великая армия, русские, если взять, ну, тут уже вплоть до Сибири и Персии, там 650 тысяч, но реально, конечно, в начале кампании русская армия была менее многочисленной, чем французская, то есть, реально, вот, 440 на 340, то есть, французы на 100 тысяч больше, точнее, не французы, опять-таки, великая армия, по-настоящему, на 100 тысяч больше, вы знаете, это вот, нам нужно, чтобы в 3 раза превосходило, не надо в 3 раза превосходить, на 100 тысяч больше, это серьезно, это серьезно превосходство, тем более, здесь в эти 340 тысяч входит ряд резервных корпусов, ряд частей, набранных из рекордов, а здесь 440 тысяч супер лучшие войска, то есть, французы, точнее, Наполеон с великой армией имел в первые дни войны решающее, так сказать, превосходство, но дальше, опираясь на, так сказать, еще какие-то мемуары, он в результате доходит до того, что пишет, каким-то 250-300 тысячам Наполеон с карими противостояли миллионы, ну, тут уже хоть стоит, хоть падает, но если мне главное, приходится защищать, я обычно защищаю французскую армию, потому что на нее, так сказать, обычно в России, так сказать, пишут всякую чушь, а здесь мне приходится защищать русскую армию, потому что я не могу, что это за бред, какие еще миллионы, какие-то миллионы, да, численно, общая, всех русских вооруженных сил со всеми там казаками, анализ это к сентябрю, приближалось к миллиону, но это было когда? К сентябрю, в начале же кампании, реально, еще раз подчеркиваю, 340 тысяч человек, которые могли на первых, так сказать, первой неделе войны противостоять 440 тысяч. Без сомнения, у Наполеона в первые дни войны было серьезное преимущество, тем более, разумеется, во главе великий полководец, который команд, объединенный всем войскам, а, как мы понимаем, в русской армии определенный разлад, потому что, собственно говоря, хотя Александр, по идее, должен был командовать, он и не командовал, в общем, в результате, конечно, преимущество было явно на стороне французов. Вот, дальше, интересно, что у этого человека, который пишет о войне 2012 года, нет ни одной, ни одной стратегической схемы. Слушайте, вот для меня военно-историческое произведение, вот там, где я написал, ну, скажем, вот моя книга «Остерлис», вот здесь у меня все схемы стратегические, а, ну, конечно, я их срисовал Жене Паноселевского в детский сад, я заходил к нам участвовать. Он там рисовал флатиков. Да, он там рисовал, я заглядывал, а, Женечка, а, раз, и все списывал. Так вот, здесь все схемы стратегические, тактические, это мои схемы, которые я буквально годами сделал, чтобы их составить. Рисовал, конечно, не я, рисовал дизайнер на основе моих, так сказать, набросков, с которыми я стоял и объяснял, как здесь поправлял, и так далее. Но все схемы это то, что я составил. Для меня работа военного историка обязательно предполагает завершение схемы, потому что схема это венец, потому что на схеме вам не уйти от вопроса, а где была дивизия, а где была эта, понимаете, вам нужно всех это рисовать, и вам придется все это поднимать. У него нет ни одной схемы. А схемы битв, слушайте, схемы битв просто взяты, срисованы, ну, не знаю, перефотографированы несколько схем без всякого совершенно... Ну, вот что это, ну, вот, сражение, плен для батальи для Москва, значит, ну, вот оно из, так сказать, из личной коллекции Панасен. Это Бородинская битва, имеется в виду? Ну, да. Вот, значит, это план из мемуаров Сигюра. Ну, Господи, ну, и что это? Что это надо? Он вообще нам поясняет, он сам-то понимает, что это за план. Ну, план очень такой примитивный, сделанный в середине 19 века. Этот план имеет гигантское количество, он для нас не дает ничего. Это план просто-напросто гравюрка. Можно повесить на стенку, но с точки зрения информативного, нулевое. Помните, была такая замечательная книга «Приключения бравого солдата Швейка», и там был кадет Биглер, который писал книгу «Мои великие битвы». И он, значит, там разрисовывал планы сражений, и я, значит, увидел старший офицер, посмотрел эту тетяку, и внезапно спросил Биглера, вы футболом не увлекаетесь? Вот, наверное, тоже сражений спросить. Ну, а вот эта книга Водонкоровича с 17-го года, ну, она интересна с точки зрения, ну, как материал для исследователя. А, кстати, здесь, видите, у него тут табакерочка и так далее. Подсвечник, и Орел, между прочим. Конечно, так вот. Так вот, понимаете, она для исследователей, ну, дает какую-то информацию, но для читателя ее нечего публиковать, она абсолютно неправильная, она просто может для вас вам что-то дать по поводу размещения 4-го корпуса Великой Армии Евгения Багарне, потому что Геом Деводонкор был в этом корпусе, так сказать так. Ну, и, наконец, еще одно размещение анбуланса Великой Армии. Ну, это что же нужно все объяснить, рассказать, потому что эта карта абсолютно для подавляющего числа людей ничто не дает. То есть, три карты абсолютно ни к чему не привязаны, вместо того, чтобы, раз уже написал научную историю первую, это должно быть, очевидно, точные схемы, интереснейшие, которые показывают, что предыдущие исследователи вот не поняли, как двигались здесь войска. Он должен что-то о первых боевых операциях, вы знаете, ни об одном сражении начала кампании, ничего, ерунда, значит, по поводу, например, ни об одном бою, ну, в начале кампании, это вообще такие, как Мир там, или Даугилишки, вообще об этом даже не знаю, знает он или нет, а вот о Смоленске, ну, просто маленький эпизод, забавный, хороший эпизод, в книге Попова Андрея, он взял эпизод довольно интересный, как, так сказать, на левом фланге французов шла перестрелка с русскими, кавалерия чуть маневрировала, и в конечном итоге кавалисты видят, что, в общем, схватка не имеет большого значения, французский эфир помахал фляжкой, предложил русскому, да, и встретились, выпили, там еще подъехали другие русские французские эфиры, то есть как бы, ну, вот такой курьезный эпизод, который, кстати, показывает, война той эпохи мы не имеем. Нахал страстей иной совсем. Иной, понимаете, если там, где нет горячего боя, офицеры могут встретиться на новом постах и выпить вместе, так сказать, глоток вина, вот, и только уже приехавший адъютант сказал, типа, давайте все, господа, разойдитесь, и все, вот. Нехорошо, это, конечно, забавный эпизод, мне этот эпизод очень нравится, он мне, так сказать, симпатичен, но черт побери, это разве описание всего Смоленского сражения, это разве исследование какое-то, это просто взял... Мужики приехали, выпили около Смоленска. Просто, понимаете, это эпизод, он же тоже не мемуар, он взял в книжке Андрея Ивановича Попова, это Андрей Иванович Попова, это, по-моему, из мемуаров немецкого офицера, он перевел это, он это перевел, что он Панасенко здесь нашел, ничего не нашел, о Смоленске ничего, обито-приволотельной горе просто упоминание, вообще ничего, ни одного ни плана, ни схемы, полный, абсолютно, ноль военных вопросов. Но дальше мы подходим, так сказать, к пику всего этого развития Бородинскому сражению. Вот. Ну, о Бородинском сражении автор все-таки решил кое-чего сказать, два слова. Вот. И он, значит, смотрите, что он пишет там, подлинные архивные документы опубликованы еще в 1842-м году инспектором смотров главного штаба Рикарем первым полем Даниэ дают нам конкретные там репутативные цифры. Ну, и так далее. Однако большинство авторов, не считавших его книгу лично, а лишь пользующиеся чужими ссылками, и то хорошо. Угу. Смотрите, еще раз. Большинство авторов, не считавших его книгу лично, а лишь пользующиеся чужими ссылками, и то хорошо, об этом не знают. Получается так, что я сейчас об этом вам расскажу первым. Слушайте, вы вообще с ума сошли, что ли? Вы мне первым будете рассказывать о книге Даниэ, что ли? Вы вообще чего говорите такое? Любой нормальный человек, тот же Попов, тот же Васильев, этот Даниэ там наизусть знает, понимаете, книжку. Это же очевидная вещь для того, кто занимается историей войны 1912 года. Может быть, широкая публика, конечно, ее не читала, она не передана на русский язык, но все, кто хоть чуть-чуть немножко занимается компанией, мы предполагаем, что он должен знать по-французски, естественно, он знаком с этой книгой. Ладно, дальше. Оцениваем результаты битвы при Бородинье. Значит, ну, он дает правильные цифры войск. Эти цифры, нужно сказать, что вот сейчас трудами Васильева и Шведова мы знаем численность русской и французской армии накануне Бородинского сражения. Это действительно, да, это у нас, так сказать, кормили легендами численности русских и французских войск. Действительно, французская армия очень хорошо просчитана на основе именно документов, имеющихся на основе ведомостей, других не может быть здесь источников. Васильев посчитал и дает нам, что французская армия в день сражения, в день 7 сентября, насчитывала 132 тысяч человек примерно и к числу орудия 587-591. То есть, это, в общем, опять-таки, в третьей цифре у нас, понимаете, может здесь гулять. Ну, вот это примерно основа. Так, в русской армии шведов провел подсчет, и Васильев тоже провел подсчет, и в общем у них тоже получается на 7 сентября 114 тысяч регулярного войска, 114 тысяч, 9,5 тысяч казаков, 31 700 ратников московского и смоленского ополчения. Простите, на 5 сентября, то есть, 155 200, и с высчитан потерь в день Шевардинского войска 5 сентября это дает примерно 150 тысяч человек, плюс-минус. Вот, 150 тысяч, но, вот здесь... 620 пушек, если я правильно помню. 624 орудия, вот, значит, и Панасенко утверждает, что таким образом русская армия вообще значительно прерасходила французскую. Да, получается, 150 на 132, но дело в том, что, мы же столько что сказали, это же ратники, 31 700 ратников, это ратники, во-первых, часть из этих ратников вообще не была вооружена огнестрельным оружием. Да, у них были такие алибарды. Пики, у них были пики, некоторые были пику и пистолет имели, некоторые имели ружье, вот, в общем, а те даже, и которые вооружены, они были совершенно не обущены, и у них не было, ну, как сказать, вот в армию прибывали рекруты, они ставили в строй войск, и даже если вы мало чего знаете, грубо говоря, вас справа-слева делают, и вы, в общем, так сказать, потоком будете увлечены, потому что в то время, это не как в современном бою, каждый сам где-то за себя, вы стоите в строю, вам нужно, в принципе, исполнять приказы, если вас чуть-чуть научили, и вы оказались в строю взвода, который уже все старые солдаты, вы, в общем-то, нормально будете делать, все более-менее, а ратники-то, они все не обстреляны, ну, и, в общем, конечно, считать их, как и прочую армию, просто немыслимо, да, действительно, несколько батальонов были распределены среди корпусов, прямо, они были прямо на поле боя, несколько батальонов стояли на левом фланге, так сказать, прикрывали, соответственно, Смоленскую дорогу, вот, на Утиский лес, но дело в том, что невозможно оценивать эти батальоны, из них в бою было очень мало кто, а те, кто не были, да, они выполняли функцию, как будто они создавали вид там, сзади стали, ну, конечно, их сравнивать так же, как войска регулярные невозможно, кроме того, казаки, люди незаменимые на аванпостах, которые действительно на аванпостах, они глаза и уши армии, но в регулярном бою казаки, знаете, у них была своя психология, они на войну шли для того, чтобы вернуться с добычей, а не для того, чтобы, понимаете, получить пулу в лоб, поэтому для них, вот, генеральное сражение было бы очень неинтересно, там, так сказать, на аванпосты, обозы, это, конечно, их работа, а в генеральном сражении, они особенно, от них пользы было не очень много. Всё-таки это и регулярная конница. Это и регулярная конница. И вот как-то поверни. Тем более в те времена, вы знаете, вот казаки конца 19 века, начала 20-го, это уже совсем другие казаки, они стали гораздо более регулярны, и кони больше, и обученность там, и так далее. Вот я читал рапорты французского военного атташе о казаках, вот начало 20-го века, совсем другие казаки. А в это время, в 1812 году, они ещё вам, действительно, очень много традиций регулярных, у них кони очень маленького роста, они не могли сражаться в регулярном, в генеральном сражении с противником, так же, как и войска линейные. И поэтому, конечно, получается, что вот имея 114 тысяч регулярного войска, мы не можем сбрасывать просто так со счёт казаков и ополченцев, но всё-таки, я бы сказал так, вот если совсем по-честному, вот абсолютно, я считаю, что силы были примерно равны, примерно равны, потому что у Наполеона, смотрите, его 132 тысячи, это не просто войска хорошие, это, смотрите, все рекруты по дороге отсеялись, они шли, имея огромные маршевые потери, то есть, до Бородина дошли лучшие, а у русских, наоборот, за счёт чего происходил приток, за счёт ополчения, и вот накануне Бородинского сражения, буквально, вот накануне присоединился 16-17 тысяч по разному по счёту, милорадовичий отряд, и вы знаете, этот отряд весь распределили по полкам, потому что они были настолько плохо обучены рекруты, их распределили по полкам, то есть, расформировали все, и пополнили ряды батальонов. Я ещё раз сказал, конечно, новобранец, который уже до этого его немножко обучали, когда его поставили в строй нормальный солдат, он хорошо там уже вседействовал, но это не то же самое всё-таки, что солдат, который уже, понимаете, год-два прослужил, или три года прослужил, то есть, в русской армии получался гораздо больше процент и новобранцев, и ополченцев, и так далее, но русская армия занимала обороненную позицию, у него было несколько больше орудий, орудия были большим калибром, но с другой стороны, часть орудий была забыта в резерве из-за того, что погиб Кутайцев, в общем, если сравнить все за и против, здесь вот невозможно сравнить, говорят, если бы идеально равные по качеству войска, грубо говоря, в одной армии 50 тысяч, в другой 45, а 50-45, то есть больше, здесь так мы не можем сравнить, но я считаю, так если положа руку на себя, силы примерно равные, но у француза Наполеона, вы знаете, это в то время играло такое моральное воздействие на всех, на всех, это не то, что он так командовал гениально, а просто это у всех было просто в голове задание, до этого он держал только победы, мы же с вами говорили о Италии, о Египте, мы еще поговорим о том, там сплошные победы, 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 то есть когда Наполеон все уже, о, у нас все, превосходство, а те, кто видит, что противник Наполеона не чувствует, задумались, задумались, то есть в общем, конечно, у французов было шансов, естественно, больше, и... Ну, наши, правда, отрапортовали, что при Илау мы победили, ну, да, ну, да, отрапортовали, так вот, значит, результаты Бородинского строения по потере даны тоже правильной цифры, потому что взяли, опять-таки, у шведова, то есть по потене русской армии, 50 тысяч человек примерно округленно, так вот, но французские потери почему-то Панасенко вдруг скинул до 22 тысяч, со слов мемуаристов, опять-таки, есть же ведомости, елки-палки, и он, кстати, о них упоминает, эти ведомости дают цифру потерь 28 тысяч 086 человек, но ведомости неполные, вот, кстати, тот человек, который Васильев, который он уважает, он провел подробную работу по этим ведомствам, он считает, что здесь примерно пропущено, может быть, до 4-5 тысяч человек, то есть... То есть, порядка 30 тысяч человек. 30 с небольшим, то есть, даже 32-33, вот, ну, 32, грубо говоря, а у русских 50, больше понесли потерь. Но оценивая результаты сражения, Панасенко просто говорит ерунду, это была безусловная победа Наполеона. Ну, знаете, я очень ценю таланты великого императора, посвятил, так сказать, свои исследования, в общем-то, его таланту, его боевым действиям, но я должен сказать, что мы никак не можем сказать, Бородино, безусловная победа Наполеона. Несмотря на то, что, да, потери ускорили больше, да, французы продвинулись на километр вперед, но вот здесь для меня очень важный момент, действительно, Бородинское сражение, его очень сложно оценить по его результатам, так же, как соотношение сил. Почему? Панасенко пишет, что какие задачи себе стояла Кутузов и Наполеон? Наполеону во что бы то ни стало надо было открыть дорогу на Москву, а Кутузову также необходимо было спасти честь царя армии, Россия остановила Наполеон защитить матушку Москву. Речь шла не о Москве, а речь шла о русской армии. И это, кстати, правильно понимал и Кутузов, и Наполеон. Кстати, вот Лида Ивиченко, он над ней смеется, она пишет, что Кутузова не ставила как себе задачу победить в Бородинском сражении, но она над темиронизирует, посмотрите, какая дурочка, что она такое пишет. Она пишет, она правильно, для Кутузова самое главное было не проиграть, не проиграть в дребезги. То есть, в той стратегической ситуации, когда Наполеон оторвался от своих баз, когда он дошел далеко вперед, куда он не предполагал заходить, естественно, на какую Москву он не собирался идти в начале кампании, он оторвался уже настолько, что для него нужна была только блистательная победа. То есть, Наполеон... Разгром должен. Разгром русской армии. Вот это ему решило, это бы решила учиться кампания. Разгром русской армии. То, как было при Австралиице. Для Кутузова, ну, конечно, было бы лучше взять, победить. Ясно, что лучше победить? Но Кутузов понимал, что все-таки он... Все знали, кто такой Наполеон. И Кутузов это тоже прекрасно понимал. Он прекрасно понимал, что этого энергичного, харизматического, гораздо более молодого, гораздо более, ну, владеющего своей армией человека, у него, естественно, гораздо больше шансов. И для Кутузова, правильно Ивченко пишет, для него было главное устоять, удержаться, не быть разбитым в дребезги. Если говорить, вот спортивный я провожу, вот здесь это аналогия, это просто пояснение, естественно, никакой не аналогии со спортом. Знаете, что в хоккее, в чемпионатах часто бывает, что нужно получить первое место, а нужно не просто победить, как в этом матче, а победить с определенным счетом. Ну да, чтобы по турнирной таблице пройти выше. Так вот, я бы сказал так, что, например, в этом турнире ему нужно было победить со счетом 5-0, то есть разгромные победы. Тогда он решил бы все свои задачи. Тогда бы, естественно, Александру ничего не оставалось, как пойти на мир и так далее. А Наполеон победил на последних минутах, грубо говоря, со счетом 5-4. Да, он победил, да, русская армия отступила, но она отступила в порядке. Да, были части, которые были опрокинуты, да, были ополченцы, которые после этого разжили, но ядро русской армии отступило. Это дало возможность Кутузову дальше сообщить, доложить Александру не самый страшный рапорт написать. В результате Кутузов получил всякие там награды, скрыть определенное количество, на определенное количество времени правду, в общем-то тяжелую довольно правду от царя, и тем самым сохранить командование и дальше продолжить кампанию. То есть, в определенном смысле получается так, что Наполеон одержал, ну, конечно, тактическую победу одержал, но одержал тактическую победу, которая ничего не решала в данной ситуации. Эта тактическая победа его завела уже дальше в Москву, которая стала в определенной степени могилы Великой Армии. Вот в этом смысле, мне кажется, Бородино, в общем, оно действительно получилось, что очень сложно его характеризовать. Конечно, назвать победой русской армии, ну, как-то тоже не поворачивается, но назвать поражением тоже, это действительно сражение с очень сложным исходом. Тактическая победа одной армии, но стратегически, получается, Кутузов это сражение выиграл. А самое главное, что говорить о том, что русская армия бежала после Бородино, ну, это как-то вообще нехорошо, понимаете, даже... Потому что она не бежала. Потому что она не бежала, и уж говорить о героизме русской армии, понимаете, слава богу, я французские источники хорошо знаю, и все говорят о стойкости, необщая твердость, и что, ну, там, понимаете, уж не помню, в какой мемуарах, что два французских батальона врываются на флеш, и в центре стоит русский батальон, кричат, заставайтесь, они, так сказать, в качестве ответа просто уклоняют штыки, и батальон здесь погибает на флешах, понимаете, вот весь, так сказать, ложится к осьме, ну, как это, что это, это же, так сказать, действительно героизм потрясающий, героизм, который восхищались французы, с другой стороны, русские восхищались героизм французов, когда Багратион кричал, браво, 57-го ленинного полку, который, так сказать, не кланясь, в парадной форме идет под картечью, понимаете, это все нужно оценить, что с обоих сторон действительно отвага потрясающая, с обоих сторон героизм, ну, как-то это почувствовать надо, а здесь вот совершенно бездарный Кутузов, русская армия бегущая в разные стороны, ну, в общем, это, конечно, далеко не соответствует тому, что мы видели при Бурдине. Ну, что ж, у нас уже, ну, много, так сказать, время посвятили этой книге, на которой, может быть, не стоит столько времени посвящать, но в заключение мне бы хотелось несколько замечательных мазочков еще по поводу характеристик, которые дает этот человек, ну, по поводу Кутузова, знаете, я прекрасно знаю, что Михаил Иллоренович Кутузов был далеко не ангел, ой, как он был не ангел, и женщина любила деньги, любила карьериста, так далее. Так это же хорошо. В общем, да, вот, он, конечно, был далек от образа такого доброго дяденьки, так сказать, который детей гладит. Как его обычно изображают, значит, дедушка в треуголке, замотанным глазом с одним. Да, дедушка был такой приткий в области любви к молодым девушкам и в области любви к денежкам, и так далее, но при этом это не мешало им быть его стратегом, действительно, и талантливым стратегом, хотя как тактик не очень, но уж нельзя о нем сказать, как пишет, «этому моральному уроду, неосведомленными о исторических реалиях, потомками поставили множество памятников». Вот там написана такая фраза, страница 370, «сегодня этого моральному уроду, неосведомленными…» Ну, понимаете, как-то вот, ну, как-то это слишком, это слишком. Вот. По крайней мере, вот Ищенко Лидия Ленина посвятил, но он это не считает, это житие, это просто вообще. Вот. Но все-таки забавнее всего Александра Первого. Вы знаете, вот к этому человеку мне придется защищать Александра Первого. Понимаете, дело в том, что как раз мое отношение к этому персонажу очень критическое. Кто почитает мою книгу «Аустерлист», поймет, насколько критически я отношусь к этому человеку, который, мне кажется, далеко не… вел не самую правильную политику России и во многом являет, соответственно, за войну 1805-1806-1807-го годов. Ну, об этом лучше почитайте в моей книге. А я хотел бы сейчас что господин Панасенков написал о нем. Знаете, что оказывается? Что оказывается, Александр был, ну, мало что он там бездарный, негодяй, это само собой, но он еще был импотент. Это очень серьезно. А как же он детей сооружил? А вот, вы знаете, я сразу… Да, вот я подумал, может быть, тут же я посоветовал со специалистом в эпохе Александра I, тут же мне подсказали, что, во-первых, Александра от Елизаветы Алексеевны, то есть его жены, было двое детей, которые умерли, младенчественные. От Софии Сергеевны Мещерской, урожденной Всеволожской, был сын Лукаш, который стал генералом. От Марии Антоновны Нарышкиной, дочь София, которая рано умерла, возле 16 лет, и когда она умерла, Александр рыдал, сказав, что это Бог посылает ему за его грехи, залив всю свою сорочку, так сказать, слезами. Это были, вот в этом случае это были натуральные. Вообще Александр был позер, актер, но в данном случае это были натуральные слезы, тем более, ему саму даже смерть, уже недалеко оставалось, потому что единственная, ну, не единственная, дочка, любимая, на которой он выделял содержание на эту дочку, вот она умерла в 16 лет, прям накануне своего брака, вот, но самое забавное, знаете, буквально накануне передачи с нашими коллегами, так сказать, дублестными офицерами военной исторической реконструкции, из которых сотрудники Эрмитажа, мы сказали, да была же выставка в 2005 году в Эрмитаже. Александр Сфинкс, неразгаданный до гроба. Совершенно верно. Я в ней принял участие. И оказывается, на этой выставке, вот как раз тот человек, который Эрмитаж сказал, что он сам ставил экспонат, экспонат следующий, это документ, который Александр написал после своей первой брачной ночи с Елизаветой Алексеевной, который рассказывает о том, как, так сказать, он ее лишал в детстве. Это дело государственное. Да, потому что, понимаете, в отличие от современной, это дело государственное, потому что связано с проблемой потомства, с проблемой издачи престола наследия, поэтому это не просто, понимаете, кто-то там занимался какими-то... Упражнениями. Упражнениями, да, и нет, ну просто интересовался каким-то социальным подробностям. Нет, это потому что был вопрос связанный с престолом наследием, насколько выполнен супружеский долг и будет ли потом потомство, поэтому Александр написал, вот как это все там происходило, поэтому, простите меня, ну уж Александр и патент, это как-то сложновато. Вот. Некоторые историки оценивают, что у него было 11 внебрачных детей, некоторые говорят, что вот всего 4 у него было, так сказать, ребенка, двое вот от Елизаветы, которые умерли рано, двое внебрачных. В любом случае, то, что Александр не был особо таким, я бы сказал, альфа-самцом, это точно, он такой больше любил, немножко позерно так любил, но вообще он все-таки, у него вот все, у него было более-менее. Здоровый мужчина, короче. Да, вот. Ну и еще автор пишет, что Александр был импотентный гомосексуалист. Еще и ко всему прочему. Еще и ко всему прочему. Ну естественно, он был импотентный гомосексуалист вместе, я могу сказать, так? Ну, понимаете, действительно, Александр, он немножко, может, походил вот на автор этой книги, он был немного позер, немного вот такой, он очень ему так все это нравилось, и он любил эстетически красиво. Вот он, например, Чернышева, так сказать, привлек своим адъютантом, сделал за счет того, что очень красиво выглядел молодой человек. Но я думаю, что все-таки это связано просто с любовью к эстетике, так сказать, ему нравилось красивое, нравилось позерство, и ему нравились красивые молодые люди, которые бы его окружали в качестве адъютанта. Не противно же набирать в самом деле? Ну естественно, это же, тут нужно сказать, что адъютант, это же, приносите мне, как он представляет императора, например, Чернышева, он потом, так сказать, разведанную миссию во Франции, где Чернышев, благодаря своему, так сказать, изысканной внешности, благодаря тем, что он умел прекрасно танцевать, умел, так сказать, с женщинами там входить в доверие, не просто в доверие, вот это позволило ему открыть многие секреты, вот поэтому, разумеется, что Александр брал себя в адъютанты не косых, кривых, горбатых, а брал изящно молодых людей. Ну опять же, адъютанты, это функция государственного представительства, это же некоторым образом лицо государства, это же император не просто так с ними там, не знаю, на охоту ездит, и ему рано или поздно с этими адъютантами придётся встречаться с высшими чадами соседних стран, они как-то должны презентабельно выглядеть. Без сомнений, поэтому то, что адъютанты подбирали красивые, вы знаете, вот мне тоже на моих адъютантов на поле вы, мне тоже хочется, я вот абсолютно, у меня всё нормально в этом вопросе, но мне всегда нравилось, что у меня адъютанты были красивые молодые люди, что они хорошо сидели в седле, очень важно, красивые, хорошо сидящие в седле, хорошо обмонтированные, но это лицо человека, это лицо генерала, все подбирали себе в адъютанты по внешности, знатности рода, это, знаете, французская ремь эпоха Наполеона вроде как все равные уже, граждане, но некоторые равнее других, и поэтому в адъютанты брали там, значит, никогда не забуду такой эпизод с маршалом Дау, значит, маршал Дау постоянно афишировал свои такие, я бы сказал, правильно, новые убеждения о том, что все граждане равны там и так далее, и, значит, когда один из знатных Симона Маранси хотел бы попасть, и там он сказал, что, знаешь, вот такое там вообще, что ты там, из-за того, что Монмаранси он там нарел, тем более, что... А он потом к того самого Монмаранси? А когда, а когда, знаешь, что Монмаранси он, вот это вообще великолепно, он как бы на людях сказал, что, о, там, что там, вы там из знатного рода, для нас это вообще не важно, а потом, это очень-очень интересно, и взял себе с удовольствием Большир Монмаранси, потому что того, из того замечательного рода. Кстати, в наполеоновской армии было масса представителей знатных родов, которые поступили к Наполеону. В частности, вот Нарбон, внебрачный сын Людовика XV, стал его вазить в Антон Гера Нарбон. То есть, Наполеон тоже брал себе знатных, красивых людей. Но Нарбон был уже не очень молодой, но очень такой представительный, похож на своего папу Людовика XV, очень такой красивый, красивый мужчина. Наполеон с этим вопросом, всё было очень традиционно. Ну вот на этой, может быть, забавной ноте, вы знаете, мне кажется, что мы посвятили этой книге, наверное, даже больше времени, чем она заслуживает. А я вот вижу, у вас там всё-таки ещё много осталось несказанного. Может быть, мы просто это текстовым файлом подвесим к ролику, если это возможно? Да я думаю, что это текстовый файл, нужно всё это объяснить, понимаете, это всё нужно объяснить. Это вам виднее, я просто подумал, мало ли там уже всё... Ну, давайте тогда напоследок по поводу холода. Всё-таки это ещё одна. Насчёт холода стрибила французскую армию. Значит, по мнению Панасенко вообще русская армия не приложила никакого роли в уничтожении французской армии, уничтожила её холод. Этот вопрос, который я подробно рассматриваю в своей книге «Армия Наполеона», должен сказать так, что когда ударили настоящие холода, армии уже как таковой не было. Знаете, какие была температура? Вот начало отступления, началось отступление в конце октября, температура была, это по показаниям Виленской обсерватории, плюс 3,7, плюс 3,5, потом минус 0,5. В начале ноября выпал снег, температура была только лёгкий минус, потом плюс 1, плюс 2, и вот действительно холод ударил 14, 15, 16 ноября, была температура до минус 9, минус 6, минус 15, падала. Потом она снова повысилась, и когда подошли к березине, лёд растаял. То есть, конечно, было неприятно, понимаете, при минус 10, я вам скажу, не очень-то удобно бивокировать и идти, когда не очень хорошо повел. Ну, понимаете, это всё-таки, это ещё пока для людей, которые следуют приказам, но это ещё не смертельно. А когда армия после березины, это уже была не армия, уже, так сказать, армия принесла страшные потери, и она развалилась, деморализация, и эта деморализация была связана прежде всего с пребыванием армии в Москве, потому что, когда начался московский пожар, объяснить солдатам, понимаете, что нельзя брать что-то, это было очень сложно. Французская армия, когда ступала в столицу, она соблюдала обычно безупречную дисциплину, но когда город подожжён, так сказать, непосредственно, в их понимании, жителями города, было сложно объяснить, что нельзя ничего брать, просто всё погибает, нужно спасать. А когда начали брать, соответственно, просто начался повальный грабёж. И этот повальный грабёж, он привёл к тому, что дисциплина резко упала. Деморализация армии. А самое главное, что была часть людей, которые уже больше думали не о том, как сражаться, а о том, как донести до дома, то ещё это нашёл, так сказать. И вот когда армия уже вышла из Москвы, часть людей, она вообще уже не шла в составе армии, так сказать, по краям шла. И около 6 тысяч уже появился одиночек, так сказать. Кроме того, за армией огромный караван, сарай, из повозок, из штатских лиц и так далее. И постепенно, кстати, очень хорошо об этом процессе написал Стендаль, вот эта вот часть недисциплинированная, она просто себя втягивает, постепенно стала армией, она стала как бы её заражать гангреной. И уже на подходе к Смоленску, на подходе к Смоленску, вот это число, что там почти 30 тысяч вот этих вот одиночек, как назвали. И вот эти постепенные одиночки, они и развалили эту армию. То есть армия развалилась именно благодаря вот этой недисциплинированности. Вот что пишет, смотрите, Стендаль. На обратном пути из Москвы в Смоленск впереди армии шло 30 тысяч трусов, притворявшихся больными, а на самом деле превосходно себя чувствовавшими в течение первых десяти дней. Всё, что эти люди не съедали сами, они выбрасывали и сжигали. Солдат, верный своему долгу, оказывался в дураках. А так как французы – это дневистнее всего, то вскоре под ружьём остались либо герои, либо простофили. Вот. Вот таким вот образом. И постепенно вот это… Самое интересное, что те корпуса, которые были на флангах, ведь они подвергались и удару, и холода, и казаков, и, знаете, они подошли к Березине в идеальном порядке, так сказать, корпус Виктора, корпус Узино. Это говорит о том, что сам по себе холод до Березины не оказал подобного воздействия. А уже после Березины, после Березинской, так сказать, катастрофы, когда холод ударил, уже, собственно говоря, от армии мало что осталось. Поэтому холод добил остатки французской армии. Нужно сказать, что холод, лютый холод, который начался действительно после Березины, он нанёс страшный удар по русской армии. Огромные гигантские потери были и в русской армии. Потому что холод, он, понимаете, там особенно национальности не знал. Ну, конечно, неоплитанская гвардия, которая вышла из Вильна, понимаете, там ребята южные, которые в первый день там буквально все набиваки помёрзли. Но, в общем, холод бил и по русской армии, русская армия принесла огромные потери. И в мемуарах русских офицеров также рассказывается о ужасном воздействии холода. Но ещё раз подчёркиваю, говорить, что холод разгромил французскую армию, ну, это смешные басни, которые, в общем-то, для русского человека, наверное, странно слушать. Вот, потому что, разумеется, её, эту армию разгромил, ну, я не могу сказать, что воздействие русской армии, оно было важным. Но всё-таки главное – это потеря дисциплины, развал дисциплины, который произошёл в результате московского пожара. Это действительно нанесло французской армии страшную рану, от которой она оправиться не смогла. Что мне тут с первой страницы этой замечательной книги понравилось? Это эпиграф. Я вообще к эпиграфам хорошо отношусь, потому что они создают мне тон, дух, но когда эпиграфу посвящена целиком страница, и их тут 12 штук, этих эпиграфов, среди которых есть цитата из сочинения маркиза Астольфа де Кюстина, который просто является автором омерзительного русофобского памфлета, который, в общем, и не скрывает даже, что это пропагандистская его брошюрка, какие цели она преследует. И вот тут историю России прячут от русских и хотят скрыть от всего мира. Воспоминание о том, что происходило вчера, является собственностью императора. Он меняет на своё желание летописи страны и ежедневно раздаёт своему народу исторические истины, которые совпадают с выгодой момента. Маркиз Астольф де Кюстина. Да, а вот зачем это всё, мне просто интересно. Причём тут публик Корнелий тацит, не очень понятно. Тут вот генерал Ермолов в Бородинском сражении, приятель держал победу. Господи, как будто, вот чешное слово, как это может преподнести дух этой книги? И 12 такого рода высказываний, 12, зачем? Я только вижу в этом одно, что или человек нам пытался показать, что он очень умный, или каким-то образом на ещё одну страницу увеличить объём своего сочинения. Зачем? Я думаю, что… И приём, что у него в каждой главе потом ещё по эпиграфу. Я думаю, что главная задача – эпатировать, понимаете? Потому что главная задача не написать правду, а эпатировать, поразить, ну и лучше всего эпатировать вот подобным образом. И вот тут же от автора предуведомление идёт сначала эпиграф за авторством Альбера Камью. Свободен лишь тот, кто может позволить себе не лгать. То есть, видимо, все остальные историки, которые писали о эпохе Наполеона, не были свободны, потому что не могли позволить себе не лгать. Ну, видимо, так. Ну, вот всё, что я сейчас сказал, это то, что я вынес, так сказать, вообще не только на основании долгого работы документа, но то, что я думаю, то, что я говорил, удобно мне это или неудобно, я говорил то, что я думаю и говорю сейчас то, что я думаю. Боже мой! Также весьма негативно и то, что на территории русских княжеств, а затем и России, в 800 лет не было ни одного учёного, пока Пётр I просто не завёз их с Запада. Интересно, а вот это в X веке или в IX веке, где вообще... Многие учёных было вообще в природе. Откуда их нужно было? С Марса завозить, что ли, в это время? Очень интересно. С сожалению, вынуждены отметить, что уровень жизни стран, принявших православие, гораздо ниже их соседей, принявших католичество. Это интересно, вот это к Византии как относятся? Какой там был уровень жизни, когда случилась эта вот великая схизма XI века? Там сильный был уровень жизни ниже, чем где-нибудь во Франции XI века? Что-то у меня какие-то сомнения сильные по этому поводу. Ниже, чем в Испании, в северо-испанских королевствах, которые вели борьбу с маврами. Да-да-да, там уровень жизни был просто шикарный вообще. Мы очень далеко уйдём сейчас, потому что если вы выйдете в северо-испанских королевствах, я буквально вот какие-то открываю страницы и нахожу какие-то такие фразы, которые просто говорят очень ярко об авторе. Ну то есть, что это? На что у нас, если резюмировать? Это несоблюдение научного метода, отсутствие просто какого-либо понятия о критике исторического источника, то без чего вообще немыслимо научная историческая работа, т.е. можно даже вообще просто не пытаться начинать. Ну и мы знаем, что автор Евгений Потасенков, он так ведь не смог закончить исторического факультета. Да, он не закончил исторический факультет. Ну я, знаете, что хотел сказать всё-таки в заключении, что пишет он довольно легко, может, у парня были кое-какие таланты, но эти таланты, они исчезли вот в этой чудовищном самомнении, в желании не подсировали, в желании позёрства какого-то, и человек, который мог бы, может быть, написать неплохие исторические труды, в результате написал вот то, что вообще принять невозможно. В общем, это, смотрите, товарищи, 800 страниц с чем-то, это нечто, что не является, это может быть забавное лингвистическое филологическое упражнение в стиле, в блеске, в мета-истории, кстати, вы там немножко раньше объяснили, что это такое, но это не является историческим трудом, поэтому когда вот вам говорят, что это первая научная история войны 1812 года, вот это может быть первая, и 1812 года это то, что отражает содержание в этой книге, а вот научная и история, это нет, тут нет ни научной, ни истории, ничего здесь просто нет. Здесь есть Евгений Панасенко. Да, а вот это вот он тут есть, да. Видите, почти на всех страницах этой книги. Да, у него коллекция. Там постоянно свои коллекции, и бокалы, кстати, звенят. Бокалы у него звенят, потом он что ещё? Он в Монте-Белло общался с герцогом. Да, с герцогом Монте-Белло в палаццо. Я, кстати говоря, не видел, наверное, ни одной книги научной, где бы фотография автора занимала почти целиком задний форзенц. Но всё-таки вот предыдущая книга, там лучше, там потому что предыдущие книги только поспереди, и всё, там больше нет других иллюстраторских. Тут вот гравюрка с Наполеоном, она вот такая, вот вы посмотрите, а портрет автора гораздо значительнее. Ну, я думаю, что Наполеон выступал, конечно, в своих товарах. Да, безусловно, Олег Валерьевич, безумно жалко времени, которое вы потратили на разбор этого труда, но тем не менее спасибо вам за предостережение уважаемой публике, которая, возможно, могла бы купить, прочитать эту книгу. Не надо её ни покупать, ни читать, достаточно того, что из-за вас уважаемый человек уже пострадал. Спасибо, да, спасибо вам. Я думаю, что это нужно было сделать. Ну, что делать, промолчи, и сатана восторжествует, а мы молчать не будем. На сегодня всё, всем счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...